Добрый день, уважаемые участники! Рада приветствовать вас на открытии пленарной сессии третьего Евразийского цифрового форума. Евразийский цифровой форум проводится с 2018 года в рамках международного ИКТ форума ТИБА. В его основе лежит цель содействия сближению подходов к интеграции основных элементов цифровой инфраструктуры и национальных рынков для реализации приоритетов цифровой повестки стран Евразии. Организаторами форума являются Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, Евразийская экономическая комиссия, ЗАО «Техника и коммуникации», ООО «Информационное общество при поддержке Организационного комитета международного ИКТ форума ТИБА». В этом году форум продлится два дня и состоит из четырех основных тематических секций. Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года, перспективы планы, формирование экосистемы цифровых транспортных коридоров в странах Евразийского экономического союза, электронный коммерческий документооборот и инновационные технологии торговли, цифровые проекты и инициативы. В форуме принимают участие эксперты из шести стран и Евразийской экономической комиссии. Сегодня мы открываем панельную сессию третьего Евразийского цифрового форума от региональных проектов цифровизации к единому цифровому рынку Евразии. Итак, разрешите представить участников президиума пленарной сессии. Константин Шульган, министр связи и информатизации Республики Беларусь, председатель Организационного комитета. Гигам Варданян, член коллегии, министр по внутренним рынкам информатизации и КТ Евразийской экономической комиссии. Шухрат Садиков, министр по развитию информационных технологий и коммуникации Республики Узбекистан. Павел Ткач, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь. Андрей Косовский, первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, кандидат экономических наук доцент. Он присоединится к нам чуть позже. Сергей Дубина, заместитель министра транспорта и коммуникации Республики Беларусь. Виктор Гряднев, директор Департамента цифровых инициатив Евразийского банка развития. Александр Борейко, генеральный директор ООО «Интелтех». Приветственное слово и право открыть пленарную сессию Евразийского цифрового форума предоставляется министру связи и информатизации Республики Беларусь, председатель Организационного комитета форума Константину Константиновичу Шульгану. Добрый день, уважаемые участники форума. В первую очередь, конечно, хотелось бы сказать, что рад вас приветствовать в этом зале. Рад тому, что нас интересуют проблемы цифровизации, нас интересуют проблемы Евразийского Содружества. И те вопросы, которые возникают, я вижу, что нам есть с кем решать. Почему? Потому что, безусловно, процесс интеграции цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности человека является одним, наверное, из ключевых таких направлений и показателем прогресса в современных условиях. Цифровые технологии динамично меняют структуру мировой экономики. С одной стороны, это требует внесения изменений в сами технологии, которые существуют в настоящее время, принципы создания новых услуг, а с другой расширяет возможности и перспективы дальнейшего развития. В настоящее время перед нами стоит задача эффективного использования имеющихся возможностей инфраструктурного развития, современного научного потенциала для перехода в новую цифровую реальность посредством интенсивного использования инновационных технологий. Цель – это цифровизация, которая, став отдельной отраслью, должна вывести на новый уровень и реальный сектор экономики. В жизнь граждан достаточно прочно вошли современные цифровые технологии в образовании, в здравоохранении. Также должны быть успешно решены и вопросы безопасности. Для Республики Беларусь приоритетность цифровой трансформации определена как на внутреннем, так и на внешнем контурах государственной политики. В этой связи хочу отметить, что в Республике Беларусь достигнут высокий уровень инфраструктурного развития для дальнейшего углубления цифровой трансформации, который я бы охарактеризовал следующими показателями. То, что число пользователей беспроводного широкополосного доступа к интернету превысило 95 единиц на 100 жителей страны. Волоконно-оптические линии связи, сеть волоконно-оптической связи ко всем населенным пунктам с числом домохозяйств от 100 и более уже завершена. И мы работаем над тем, чтобы, и условно говоря, есть результат над населенными пунктами, у которых от 50 домохозяйств до 100, это уже порядка 60%. Ну и как такая оценка со стороны, то, что и Международный союз электросвязи, и Международное сообщество в этом году признало нашу волоконно-оптическую сеть лучшей в Европе. Услугами сотовой связи четвертого поколения в Беларуси охвачена территория, на которой проживают почти 90% населения республики. И как итог всем этим показателям, 32 место в рейтинге Международного союза электросвязи по развитию информационно-коммуникационных технологий. Это лучший показатель среди стран СНГ. Также в Республике Беларусь успешно функционирует крупнейший IT-кластер. Это парк высоких технологий. В 2020 году его экспорт превысил 2,7 миллиарда долларов. Сложившаяся в 2020 году непростая ситуация с пандемией коронавирусной инфекцией стала новым вызовом для всего мира. И цифровые технологии в данных условиях выступили одним из действенных способов минимизации негативных последствий пандемии, в результате чего были успешны отработаны механизмы дистанционного обучения, активно использовались схемы удаленной работы в офисах, были успешно реализованы подходы к проведению онлайн-встреч, переговоров, форумов. Хочу отметить, что в сложившейся ситуации Евразийским банком развития был успешно реализован проект «Путешествию без ковид» в интересах граждан наших государств. В настоящее время мы видим, что все более активно развивается электронная торговля на мировом пространстве. Республика Беларусь не остается в стороне данного цифрового прогресса, в связи с чем в принятую в 2021 году государственную программу цифрового развития Беларуси на 2021-2025 годы были включены важные мероприятия, которые способствуют развитию электронной торговли. И основные из них это создание национальной торгово-кооперационной платформы для предприятий Республики Беларусь, а также интегрированной системы цифровой каталогизации товара Республики Беларусь для формирования единого рынка государств, членов Евразийского экономического союза. В то же время современные реалии подчеркивают необходимость движения от региональных проектов цифровизации к единому цифровому рынку Евразийского Содружества. И в этой связи убежден, что единый рынок товаров, услуг, капитала без барьеров, изъятий и ограничений возможно сформировать только через цифровую трансформацию бизнеса и государственного сектора, основанного на цифровой прозрачности. Скорость подобных изменений будет определять дальнейшую конкурентноспособность государств на мировом рынке. Также хочу отметить, что в современных условиях цифровой трансформации чрезвычайно важно формирование благоприятных и доверительных условий для осуществления юридически значимого межгосударственного обмена данными и электронными документами как между физическими, юридическими лицами, так и должностными лицами и организациями. В этой связи развитие трансграничного пространства доверия повысит оперативность электронного взаимодействия и позволит создать единое пространство при межгосударственном электронном взаимодействии в рамках ЕАЭС. Ну и хотелось бы от себя еще добавить, что такие примеры есть. То есть технически мы эти схемы все уже давно отработали и перед нами стоит задача больше организационного плана для того, чтобы мы договорились, осознав важность этого мероприятия и успешно его реализовали. Одним из основных результатов развития трансграничного пространства это мобильность в принятии решений между государствами по всем направлениям и по всем проектам. потому что иногда мы страдаем от того, что решения, которые важны и нужны в нашем современном мире, которые должны приниматься оперативно, мы затягиваем, тем самым эффективность данных мероприятий и проектов снижается. Республика Беларусь активно поддерживает совместную реализацию цифровых проектов на пространстве ЕАЭС. Одним из таких совместных проектов, по нашему мнению, может стать проект «Умный город», поскольку любой мегаполис на пространстве ЕАЭС имеет схожие задачи по управлению различного рода и освещением, и транспортными потоками, подачей электроэнергии, воды и тепла. Все эти задачи можно эффективно решать с помощью многофункциональных и мощных цифровых платформ. В то же время для реализации совместных проектов требуется слаженная работа всех участников на страновом и международных уровнях. Только при соблюдении данного условия мы сможем получить необходимый результат. В завершении хочу выразить уверенность, что открытый диалог и профессиональный обмен мнениями в рамках форума будет способствовать дальнейшей реализации новых совместных цифровых проектов и наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между государствами-членами ЕАЭС в целях практического решения задач цифровой трансформации. Ну и также вот на данном мероприятии хочу пожелать вам как можно больше идей, идей для обсуждения, идей тех, которые в последующем будут реализованы в наших государствах. Всего самого хорошего. Спасибо за внимание. Слово для выступления предоставляется министру по развитию информационных технологий и коммуникации Республики Узбекистан Шухрату Мухаммаджановичу Садикову. Уважаемый Константин Константинович, уважаемые коллеги, дамы и господа, позвольте в первую очередь выразить благодарность за приглашение принять участие в работе сегодняшнего форума. Республика Узбекистан на протяжении многих лет уделяет особое внимание на комплексное внедрение IT-технологий в систему государственного управления, цифровизация, взаимодействие с населением и с субъектами предпринимательства, а также упрощение пользования государственными услугами. Стратегическая цель государственной политики нашей страны состоит в обеспечении перехода к новому этапу развития, переход к цифровому правительству и построение цифрового общества. Как всем известно, цифровизация государственного управления обеспечивает устойчивый социально-экономический, политический и культурный прогресс страны, улучшение качества жизни населения, создание широких возможностей для удовлетворения потребностей и свободного развития личности, внедрение в жизнь моделей развития, основанные на ценностях информации, знаний, инноваций и технологий. Сегодня можно с уверенностью сказать, что Узбекистан вступил в новый этап цифровой трансформации. Его превосходительством президентом Республики Узбекистан Шавката Мерзиоим принята стратегия «Цифровой Узбекистан 2030», одним из основных направлений которой является цифровая трансформация государственного и экономического управления, обеспечение их открытости и прозрачности, внедрение современных IT-технологий. Формируя на принципе двигаются документы, а не граждане, модели электронного государства включают в себя предоставление онлайн-заявок через единый портал интерактивных государственных услуг. Представление государственных услуг полностью в цифровом формате правительству Узбекистана нацелено обеспечить открытость, прозрачность деятельности государства, тем самым ежегодно наборы открытых данных увеличиваются два-три раза. В целях обеспечения участия граждан в процессе принятия решений в Узбекистане успешно функционируют системы оценки взаимодействия актов законодательства, в которой можно параллельно проводить общественное обсуждение и межведомственное согласование проектов нормативно-правовых актов. По личной инициативе руководителя страны в целях расширения возможности участия граждан в управлении общественными и государственными делами, обеспечения прозрачности представительных государственных органов власти на местах жизнеспособности и эффективности принятия законов был запущен интернет-портал «Менинг в Крым», мое мнение, через которое поступило около 7 тысяч коллективных обращений. Для удобства пользователей было создано и мобильное приложение данного портала. В Узбекистане эффективно функционирует виртуальная приемная президента Республики Узбекистан. Проблемы, обращения и жалобы граждан принимаются преимущественно в электронном формате. Так, с 2017 года поступило более 6 миллионов электронных обращений граждан субъектов предпринимательства, было принято и обработано в положительном русле. В целях обеспечения открытого и прямого обращения с предпринимателями, практически и эффективного выполнения их требований, законодательства и решения проблемных вопросов, также запущен единый интерактивный портал премьер-министра Республики Узбекистан. Для организации общественного контроля за состоянием городской инфраструктуры, качеством государственных услуг и другими вопросами, интересующих население в пилотном режиме, в рамках проекта «Цифровой Ташкент» запущен портал и мобильное приложение «Халк Назор АТ» – «Народный контроль», с помощью которого жителям могут подавать обращения о проблемах городской инфраструктуры, ЖКО и благоустройства. В итоге, на фоне интенсивной цифровизации общества, доступности технологий, цифровой формат станет, я надеюсь, обычным режимом. По этой причине подавляющая часть государственных услуг будет предоставляться полностью в электронном виде преимущества через мобильные приложения, носимые устройства, став цифровыми уполномоченными организациями. Наряду с этим, согласно стратегии «Цифровой Узбекистан», до конца текущего года планируется завершить цифровую трансформацию коммерческих банков путем обеспечения оказания имя широкого спектра онлайн-услуг, включая в себя реализацию кредитных продуктов, открытие вкладов и расчетных счетов в дистанционной форме. Стоит подчеркнуть, что на сегодняшний день количество пользователей онлайн-услуг банкинга составляет почти 15 миллионов, из которых львиная доля составляют физические лица. При этом отрадно отметить, что правительством уделяется большое внимание внедрению современных механизмов поддержки инновационных стартапов, проектов в сфере IT и технологий, создания технопарков, привлечению венчурного капитала, организации бизнес-процессов и инкубаторов. В стране на основе передового зарубежного опыта в 2019 году создан IT-парк программных продуктов, где резидентами представляются налоговые и таможенные льготы. IT-парк уже имеет 7 региональных филиалов. К концу 2022 года предусмотрено открытие филиалов IT-парка во всех регионах страны. На сегодняшний день созданными возможностями пользуются на рынке более 500 местных IT-компаний. Помимо этого, в рамках проекта «Пять инициатив», утвержденного главой государства, во всей стране создано более 130 центров по цифровым технологиям. К концу 2021 года намечено доведение их до 210. При этом в данных центрах прошли обучение более 30 тысяч слушателей и более 6 тысяч на сегодняшний день проходят обучение. В рамках реализации проекта совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами, 1 миллион программистов, в настоящее время более 400 тысяч слушателей проходят дистанционное обучение основам программирования. В целях поддержки молодых предпринимателей и стартап-проектов и развития стартап-экосистемы страны на сегодняшний день открыто 12 инкубационных центров в вузах страны. До конца года мы планируем его довести до 20 единиц. Уважаемые участники форума, в заключение хочу отметить, что решение вышеуказанных и других вызовов, а также приоритетных задач цифровой повестки дня требует тесного взаимодействия и сотрудничества, в том числе за счет расширения диалога, формирования единых стандартов и подходов, основанных на лучших мировых практиках. Именно такие мероприятия, как данный форум, являются хорошей экспортной площадкой для обмена мнениями и корректировки наших программ и целей по формированию цифрового развития. Благодарю за внимание. Спасибо. Слово для выступления предоставляется вице-министру цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Асхату Елубайулы Оразбеку. Господин Оразбек присоединяется к нам в онлайн-режиме. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Константин Константинович. Позвольте от имени Министерства цифрового развития и инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан поприветствовать всех участников Третьего Российского цифрового форума. В условиях динамично меняющегося современного мира, а также пандемии коронавируса, которую мы сейчас во всех странах имеем, мы продолжаем фокусировать внимание на цифровизации. Это такой серьезный тренд цифровой трансформации экономики, которая играет определяющую роль в конкурентоспособности государства сегодняшней. В масштабе Евразийского экономического союза переход к цифровой экономике рассматривается в качестве ключевой движущей силы экономического развития. Перспективность и актуальность цифрового развития экономик государств-членов ЕАЭС отражены в цифровой повестке ЕАЭС 2025 года, где цифровая трансформация выступает в качестве ключевого фактора развития. В контексте в целом евразийской интеграции и формирования единого экономического пространства важно обратить внимание на то, что цифровизация занимает важное место практически во всех аспектах повседневной деятельности граждан нашего общего пространства. И те изменения, которые происходят сегодня в связи с внедрением цифровых технологий, непременно содействуют всесторонней модернизации нашей с вами кооперации и повышению конкурентоспособности национальных экономик. В этом уверены. Вместе с тем, в пользу случаем хотел бы уделить внимание основным аспектам работы, проводимой нашим министерством в рамках юридических интеграционных процессов. Как известно, 5 февраля текущего года в городе Алматы состоялся международный форум Digital Алматы 2021, в ходе которого в рамках панели сессии справа повестка стратегии ЕАЭС до 2025 года были обсуждены ориентиры дальнейшей проработки вопросов, связанные с заключением соглашения об обороте данных в рамках союза. Инициатором выступал присутствующий в зале Нигам Леонович Барданян. На текущий момент по итогам проведенных экспертов в совещании, справились на предательные позиции, а также даны наши предложения по проекту плана мероприятий по соглашению об обороте данных союзов. Вместе с тем, буквально на прошлой неделе, нами были получены результаты комплексно-технической экспертизы, интегрированной информационной системы неуразистического конверсия союза, который в настоящее время активно обсуждается с нашими коллегами из других государственных органов Республики Казахстан. Ранее проведенная презентация результатов аудита и ЕАЭС дает основание полагать, что в результате принятия предлагаемых рекомендаций государственными членами будет применен принципиально новый и более современный подход к общим процессам в целом. Ожидаем, что будут налажены новые, более оперативные механизмы реализации общих процессов, как часть технических, так и в части, что очень важно, правовых аспектов. Наряду с ускорением реализации и развития текущих приоритетных проектов, такие как цифровые транспортные коридоры, маркировка и прослеживаемость товаров, трансграничное пространство доверия, требуется уделить особое внимание вопросам разработки и продвижения и реализации новых цифровых инициатив, направленных на создание эффективных инструментов в сфере экономической интеграции, необходимых для наших хозяйственных субъектов и граждан государств, членов, которые позволят решить задачи в сфере цифровых преобразований и цифровой трансмиссии экономики Союза в целом. В Союзе с нами планируется провести работы по продвижению таких инициатив, как база данных инновационных кодов, единая платформа обмена киберинцидентами, информационная система мониторинга эмиссии в окружающую среду, а также одноименная сегодняшняя мероприятие инициатива «Цифровой рынок Евразии». В настоящее время вышеоказанные инициативы проходят согласование с офисом управления инициатив, просим учащих коллег из ЕС поддержать, ускорить эти процессы. Мы со своей стороны готовы активно продолжать сотрудничество во всех направлениях и приложить усилия для достижения взаимовыгодной интеграции. Уважаемые коллеги, возвращаясь к нашему мероприятию, полагаю, что сегодняшний традиционно проводимый ежегодный форум возможно принесет еще одну новую волну в динамику наших совместных действий, а насыщенная разносторонняя повестка дня форума позволит обеспечить охват различных тем, которые в дальнейшем будут служить основой для достижения поставленных целей. В целом желаю всем эффективной работы, достижения результата. И в конце хотел бы напомнить, что уже несколько веков единая Евразия, начиная с эпохи наследия Золотой Орды, это наше общее прошлое, наше общее наследие. В свою очередь, я считаю, что единая цифровая Евразия это наше общее будущее. Спасибо. Во-первых, хотел всех поприветствовать, поблагодарить организаторов. На самом деле, вы не представите, как соскучились по обычному оффлайн, нормальному формату. То есть, все у нас сейчас проходит по ВКС, технологии, слава Богу, это позволяет, но общения очень сильно не хватает, несмотря на то, что у нас цифровой век. И за это большое спасибо, тем более, что как раз первое такое большое мероприятие у нас проходит в Минске, это тоже знаково. Начинаем как бы с отличного города, городового героя. Я просто коротко хотел бы обозначить, на самом деле, у нас в комиссии, естественно, ведется работа по различным направлениям, но сегодня я бы хотел сказать об одном основном документе, который у нас уже обозначен в стратегии. Вот только что как раз Асхадий Лубаевич об этом коротко сказал по части соглашения по обороту данных. Я просто коротко хотел бы напомнить о том, что у нас сейчас происходит с технологиями. То есть не только вообще цифровизация, а технологии в целом, они не просто быстро развиваются, а самое главное и внедрение технологий, оно стало очень быстрым. То есть мы просто не успеваем уследить за тем, насколько быстро появляются решения, которые сразу применяются, используются. А технологии, которые будут развиваться в будущем, предположим, мы обсуждали по связи 5G. Что такое 5G? В нем уже заложен IoT. То есть связисти знают, там есть науробенды IoT, которые уже частотный диапазон даже выделен. И, соответственно, чипы, микросхемы, которые будут поступать на рынок, они будут не только для телефонов, а для всего вообще. То есть в любой технике уже будет заложена возможность связи, соответственно, передача информации. То есть представьте объем, который вырастет. Автомобили, которые будут автономно ездить, они сами будут передавать также данные в огромном количестве. То есть у нас весь воздух будет пропитан в огромном массивом данных. И вот с этими данными будут работать как люди, как аппараты, так же и решения, большие платформы. То есть у нас получается такой мир больших данных, при том, что есть другой нюанс, что очень часто необходимо четкое понимание правил, как работать. И вот недавно тоже был один форум, еще до пандемии, когда мы вот тоже обсуждали. Я заметил, что очень часто у бизнеса вопрос не только в финансировании, даже не столько в финансировании, столько в правилах работы, потому что есть там глобальные, например, игроки на рынке, которые строят свои большие платформы, и по сути они работают в рамках своих юрисдикций, где они созданы. А юрисдикции стран, где пользователи очень часто не ставятся в счет. Или же она неинтересна, соответственно, можно на это не смотреть. То есть мы говорим о том, что нам необходимо естественно аккуратное, но работа с тем, чтобы создавать правила в нашем пространстве. Я просто в качестве примера приведу. Вы знаете, например, я пример приводим очень часто по Европейскому Союзу. Там работает такой акт, называется General Data Protection Regulation. То есть это там всеоблемящий документ, который по части персональных данных. Помимо этого сейчас там уже отработан, уже входит на согласование так называемый Digital Service Act. То есть это документ, который регулирует больше цифровые платформы, то есть как с ними работать. То есть получается, это некие законодательные акты, которые на самом деле экстерриториально действуют, по большому счету. И здесь тоже нужно работать в этом направлении с тем, чтобы наше пространство также имело те же возможности. И наши разработчики, наши, скажем так, игроки, наш бизнес, он не был ущемлен и имел равные возможности. В этой части я бы хотел отметить такую важную деталь, что, учитывая, что тем более данные будут все время увеличиваться, то есть это будет огромное количество, у нас возникнет вот этот нюанс, о котором Константин Константинович коротко сказал, что мобильности не хватает в части трансграничной работы, проектов, которые требуют вовлечения игроков разных стран, и в корне очень часто проблема именно то, что нет четкого понимания, какими данными можно обмениваться, как ими обмениваться, этими данными. Соответственно, ну, предположим, если я только что сказал, что есть данные, которые технические, то есть это некие аппараты дают какие-то данные, температуру, давление, да, где-то включено или выключено, это просто данные, которые могут быть вообще свободными. То есть, соответственно, нам необходима некая категоризация данных, которые полностью свободны, то есть они не требуют никакой регуляции, в принципе, с ними можно работать. Данных, которые, наверное, будут специальные, государственные, которые вообще не могут быть распространены, или же данные, которые требуют, предположим, обезличивания. Но что такое обезличивание, тоже это абстрактная фраза, там нету точности, это нужно тоже еще прописать. Соответственно, у нас возникнет на самом деле такая дилемма, нам важно сделать так, чтобы данные действительно были свободными, абсолютно, то есть они не то, что абсолютно, то есть свободными достаточно, чтобы это не вредило развитию, потому что это как основной источник всего данной, всех там решений цифровых, это вот как нефть для всей остальной промышленности, да, предположим, это точно так же данные для цифровой промышленности. Но с другой стороны, нам нужно четкие правила, которые бы поставили в равные условия всех игроков нашего пространства. То есть в ситуации, когда создаются такие огромные платформы, гиганты, то есть мирового масштаба, достаточно сложно нашему бизнесу противостоять или там конкурировать с данными игроками, да. Соответственно, вот эти условия, они будут в какой-то момент уже определяться теми соглашениями, которые будем делать с другими объединениями или странами. То есть вектор работы по части соглашения, оборота данных, о котором я говорил, у нас двойной. То есть первый – это у себя внутри четко страны, чтобы понимали, как работать. То есть мы создаем некую основу, которая в плане трансграничного обмена данных у нас все было понятно, прозрачно, и тем самым нет будет необходимости при каждом проекте. Я думаю, люди, которые работали по цифровым проектам в рамках Союза, они понимают. В каждом проекте очень часто обсуждается, какие данные мы будем передавать, а какие нет. Можно передавать или не можно передавать. То есть это при каждом конкретном случае делается. Когда будут общие правила, в этом плане у нас будет облегчение, то есть не надо будет обсуждать, четко будет понимание, как работать с ними. Второе направление – это уже выравнивание условий для наших игроков и тех, скажем так, игроков с третьих стран, которые работают у нас, или же наших игроков, которые работают в третьих странах. То есть вот такое двойное направление. И я здесь хочу особо отметить, что эта работа не для того, чтобы регулировать и ограничивать, а наоборот, чтобы дать возможность игрокам, бизнесу наших стран иметь равные возможности. И в принципе, если так образно говорить, то для нас свобода данных – это нечто такое наподобие пятой свободы. Вы знаете, у нас в Союзе четыре свободы, на которой мы держимся. Это некая, как такая пятая свобода. То есть одна из основных работ комиссии в этом направлении, которая, я надеюсь, будет решать многие проблемы, и мы видим это, которые возникают в рамках цифровых проектов, это соглашение о трансграничном обороте данных. И у нас путь, по сути, только начат в этом направлении. И мы должны, в принципе, к 23-24 году уже иметь некий такой общий облик, так, чтобы в 25-м году у нас соглашение уже было. То есть план примерно такой. Это достаточно такие хорошие сроки в плане… То есть это не длинные сроки. Если учитываясь там другие объединения, как долго работали над подобными документами, то это достаточно нормальный срок. На самом деле у меня на этом всё. Я хотел просто обозначить проблематику и сказать, что в Евразийском экономическом союзе, в комиссии в частности, эта работа ведётся, эта работа начата, мы работаем с нашими странами. В принципе, у всех понимание есть, что нужно в этом направлении двигаться, и мы надеемся, что в эти сроки будет некий документ, который позволит выровнять ситуацию и дать возможность развитию цифровых проектов. в будущем. Спасибо. Слово для выступления предоставляется директору Департамента цифровых инициатив Евразийского банка развития Виктору Вячеславовичу Гридневу. Добрый день, коллеги. Приятно вас видеть всех. Особенно спасибо Министерству информатизации и связи Беларусь, что нас смогло собрать. Константину Константиновичу, Павлу Николаевичу давно без живого общения соскучились. Я представляю Международную организацию Евразийский банк развития, и с прошлого года в банке запущен еще один трек, сформирован фонд цифровых инициатив, целью которых является реализация цифровых проектов. Если можно, можно ролик включить. Краткий. Коллеги, наш ролик. Здесь очень кратко, но объемно должно быть показано, кто мы. Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития учрежден Советом Банка 30 июня 2020 года. Цель фонда – оказание содействия государством-участникам Евразийского банка развития в формировании инструментов и практик цифровой трансформации. Организация функционирует на основе программы деятельности фонда цифровых инициатив, основными целями которого являются создание и развитие цифровых инфраструктур в сфере финансовых технологий, транспорта, информационных коммуникаций, энергетики, здравоохранения и природопользования. Курирует работу фонда заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян. Администрирование фонда, поиск и анализ цифровых инициатив и проектов осуществляется дирекцией цифровых инициатив Евразийского банка развития. Инициаторами проектов могут быть представители бизнеса, органы государственной власти, государств-участников банка, Евразийская экономическая комиссия. По инициативе фонда стартовала разработка флагманского интеграционного цифрового проекта «Путешествую без COVID-19». Фонд проводит конкурсы цифровых проектов и инициатив. Первым из них стал конкурс на лучшие цифровые решения по противодействию пандемии COVID-19. Фонд открыт к сотрудничеству с компаниями и центрами компетенций в сфере цифровой трансформации. Цель – создание партнерской сети на евразийском пространстве. Коллеги, у нас сейчас в банке, в Российском банке развития, идет подготовка стратегии, где цифра становится одним из достаточно ключевых треков дальнейшего приложения усилий фокусировки банка. Собственно, приезд на ТИБа и участие в ТИБа – это со стороны фонда наша попытка или наше предложение представить свое видение, свою некоторую стратегию того, куда мы планируем двигаться, на чем фокусироваться и в каких контекстах работать. Соответственно, представить это государством, заинтересованным органом и бизнесом наших стран, наших стран, которые входят в Евразийский экономический союз и стран-учредительницы Евразийского банка развития. Хотелось бы остановиться для того, чтобы понять, в каком контексте мы видим свою работу. Я два ключевых, три ключевых контекста обозначу. Первый контекст, в котором мы работаем – это контекст новых глобальных вызовов. Сейчас уже прозвучало сегодня, что быстро все меняется, что изменения, что неожиданные события происходят, и на это надо очень быстро реагировать. Мы для себя отмечаем следующее, что цифра становится одним из ключевых элементов, связанных с конкурентоспособностью, с обеспечением конкурентоспособности деятельности стран, блоков, объединений на достаточно длинную перспективу. Идет конкуренция представления разных картин цифрового мира. Здесь все специалисты слышали разные истории цифровые. Германия – индустрия 4.0, Япония – общество 5.0, цифровая стратегия Европы, коллеги в США занимаются искусственным интеллектом как ключевым элементом конкурентоспособности. То есть Китай – интернет плюс, тоже стратегия по искусственному интеллекту, стратегия роботизации и так далее. Мы рассматриваем необходимость своего участия, участия наших стран в этой конкуренции, в этом формировании новой картины мира, цифрового мира, цифровой Евразии. Ну, как бы собственное движение, собственные конструкции и сотрудничество с другими объединениями, с другими картинами мира в отношении цифрового будущего и Евразии, и мира как такового. У нас должна быть собственная конструкция. Собственно, из этой истории вытекает то, что сейчас наше руководство активно обсуждает такие понятия, как цифровой суверенитет, причем касаемо не только отдельных стран, но и объединения таких, как Евразийский экономический союз. То есть вот эта задачка, связанная с обеспечением собственной цифровой субъектности, цифрового суверенитета и набора инструментов, которые его обеспечивают в новой реальности, как в новом пространстве. То есть есть один из треков интереса Евразийского банка развития и нашего департамента, который занимается задачами по цифровыми проектами. Второе, то, что мы видим, то, что вызовы глобальные. В рамках отдельных стран их достаточно сложно решить. Это связано с тем, что вызовы масштабные и решения на них должны быть также масштабными. Собственно, мы видим необходимость в реализации международных проектов именно в рамках сотрудничества разных стран в разных конфигурациях, то есть и бизнесы разных стран и государств. С чем это связано? Вот наш опыт участия и реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза показывает, что международные проекты, они носят другой тип, другой характер, чем национальные проекты или бизнесовые проекты. Они имеют другую архитектуру, другую организационную форму, другое нормативное обеспечение. И вот эта достаточно сложная конструкция в реализации может приводить к более, скажем так, интересным эффектам, возможностям для стран, для бизнеса и так далее. Вот мы, опять же, как фонд, видим свою миссию в реализации, в создании такого рода сложных конфигураций сотрудничества и реализации трансграничных проектов. Это второй момент, да, то есть, и вот здесь прозвучало уже в ролике, очень рассчитываем на выстраивание сотрудничества сети и центров компетенции и основных участников на пространстве Евразийского союза, на пространстве учредителей банка. Третий момент, который критический, опять же, и важный для нас, это практические проекты. Уже прозвучало здесь, что один из проектов, который был запущен, это путешествие без ковид, задача которого была, ну, фактически поддержать реализацию четвертой свободы, да, перемещение трудовых ресурсов на пространстве ЕС, да. На самом деле проект пришел, реально это первый проект, трансграничный, по такого типа, да, то есть, мы сейчас там порядка 200 тысяч, там более 200 тысяч скачиваний, более 200 тысяч людей получили ПЦР непосредственно в приложение и, соответственно, перемещаются между странами, да, вот я тоже переезжаю к вам, проделал эту процедуру, уже в лаборатории, там более, по-моему, тысячи лабораторий российских к этой конструкции подключено. Следующий проект, это вот еще раз, практические проекты, там риски, там необходимость быстрого принятия решения, и там необходимость соорганизации и договоренности разных стран. Еще один проект, который сейчас направлен на обсуждение со стороны, это работа в ЕС, там задача минимизировать транзакционные издержки для мигрантов и обеспечить необходимые условия контроля и сопровождение миграционных потоков для наших стран, да. Третий проект, с которым мы работаем, и тоже он направлен в страны, ну, такое кодовое название, госуправление под ключ, оно связано с следующим, что есть страны, в которых очень большой опыт накоплен, связанный, например, с госуслугами, которые сегодня прозвучали, есть страны, которые только движутся по этому пути. Чтобы сократить время, сократить, ну, условно говоря, время на пробы и ошибки, да, то есть это вопрос упаковки в технологии опыта, который уже есть в других странах, и передачи его другим странам, чтобы мы могли, ну, дальше двигаться в более сложные проекты, в более сложные истории с ними. Порядка, ну, дюжины проектов сейчас в проработке, часть из них также здесь прозвучала. Мы готовы и очень заинтересованы в участии в проектах, связанных с остановлением и запуском задачки по безбумажной торговле, и в том числе признание, взаимное признание электронно-цифровых подписей за счет конструкции третьей доверенной стороны. Мы смотрим на задачи, связанные с идентификацией бизнеса, с идентификацией, трансграничной идентификацией. Мы смотрим на задачки, связанные с цифровой торговлей, да, когда не отдельные компании выходят, а консолидируются отрасли, выходят на рынки третьих стран, ну, скажем так, за счет масштабности и за счет размерности, да, имея возможность удержаться на рынке третьих стран, в том числе вот электронная или цифровая торговля, обеспечивая экспорт нашей продукции, произведенной в странах Евразийского экономического союза. У нас достаточно, ну, как бы, много проектов, которые сейчас на стадии подготовки, проработки, проектирования. Мы готовы их обсуждать со странами, мы готовы их обсуждать с бизнесом, мы готовы участвовать, ну, скажем, в проработке, в экспертизе, предоставлять свою экспертизу в проектах, которые есть, ну, в ваших странах или, там, в вашем бизнесе. Но один из важных моментов, через который, через призму, которых мы смотрим на эти проекты обязательно, это интеграционность. Это вопрос интеграционного эффекта для нашего экономического союза, Евразийского экономического союза и, в целом, нашего пространства, Евразийского пространства в целом. Собственно, еще у нас будет, как минимум, на одной сессии, как минимум, про два проекта мы сделаем доклады более детально, да, и по путешествию, по COVID, и по госуправлению, это будет завтра, да. Мы готовы к общению, готовы к сотрудничеству, готовы к выстраиванию какого-то движения. Еще раз, вот вопрос, как бы, картины мира, цифрового северенитета и практикоориентированных совместных проектов, да, это наше, скажем так, базовое, ключевой вектор на текущий момент. Спасибо. Если можно, заключительный ролик, там также про это рассказано. Мир в активной фазе смены технологического уклада и осмысления глобальных вызовов. Стремительная цифровизация рождает также вызовы глобального характера. Среди них сохранение конкурентоспособности государств и компаний, защищенности человека и его персональных данных, а также важнейший вызов – сохранение национального суверенитета. Пандемия ускорила процесс цифровой трансформации, сделав ее одним из основных инструментов реагирования государствами на новый вызов и на преодоление его последствий. Традиционные компании столкнулись с угрозой экономических потерь, а цифровые компании – с новыми условиями для роста своих активов, потенциала и доли в мировой экономике. Каждый из них стоит сейчас перед необходимостью переосмысления своего места в новой, быстро меняющейся реальности. Глобальные вызовы требуют совместных решений. Эффективный ответ на глобальные вызовы не может быть найден сугубо в рамках национальных границ. Региональная интеграция – это залог и необходимые условия уверенного и успешного развития наших стран в эпоху глобальных изменений. Через синергию и транснациональные инициативы к новому технологическому укладу и цифровому суверенитету. Какая роль евразийских институтов и объединений в новой цифровой реальности? Удастся ли им через синергию обеспечить переход наших стран в новый технологический уклад и гарантировать цифровой суверенитет? Цифровая Евразия. Новая стратегия роста. Спасибо за внимание. Еще раз очень рад всех видеть вживую и надеюсь на платформную работу. Спасибо. Слово для выступления предоставляется главе постоянного представительства Международного союза автомобильного транспорта в Евразии Вадиму Викторовичу Захаренко. Добрый день, уважаемые коллеги, участники третьего евразийского цифрового форума. Дамы и господа, позвольте мне от имени Международного союза автомобильного транспорта президента ИРУ господина Раду Денеску и генерального секретаря ИРУ господина Умберто де Претто выразить признательность правительству Республики Беларусь в лице Министерства связи и информатизации за приглашение и предоставленную возможность выступить на данном очень важном мероприятии. Просьба включить презентацию. Международный союз автомобильного транспорта – это всемирная организация автомобильного транспорта, которая представляет интересы свыше 3,5 миллионов компаний, оказывающих услуги пассажирских и грузовых перевозок. ИРУ был основан в 1948 году в Женеве, Швейцарии, и на сегодняшний день объединяет членов из более чем 80 стран. Совместными усилиями мы способствуем развитию торговли экономическому росту, созданию рабочих мест и расширению эффективности занятости населения, безопасности международных перевозок и сохранности транспортируемых грузов, сохранению окружающей среды и благополучию населения. В соответствии с полномочиями, предоставленными Организацией Объединенных Наций, ИРУ отвечает за надлежащее функционирование системы МДП. Единственной на сегодняшний день глобальной системы таможенного транзита. Будьте добры, следующий слайд. Важно отметить, что почти 6% всех занятых людей в мире работают в сфере автомобильного транспорта. Более 80% автотранспортных компаний – это микро-, малый и средний бизнес, которому в силу своих размеров очень непросто противостоять внешним шокам, таким как экономические последствия пандемии COVID-19. По данным исследований ИРУ о влиянии пандемии на автотранспортную отрасль, как и прогнозировалось по итогам 2020 года, отмечен экономический спад на уровне минус 3,6% вызванный мировой рецессией. Наименьшее влияние кризис оказал на Азиатско-Тихоокеанский регион, где динамика реального ВВП составила минус 1,1%, в то время как в евразийском регионе этот показатель составил минус 2,9%. В 2021 году, в текущем году, ожидается восстановление мировой экономики, однако с разноскоростной динамикой. В странах с развитой экономикой, серьезно пострадавших в результате пандемии, восстановление экономической активности будет медленным и непростым. Более динамично будут восстанавливаться страны с формирующимся рынком и развивающейся экономики. В частности, в евразийском регионе ожидается рост реального ВВП на уровне почти 3%. Однако прогноз во многом будет зависеть от успешной борьбы стран с COVID-19 и сдерживания распространения вируса, расширение мероприятий по вакцинации населения, а также оказание финансовой и нефинансовой помощи бизнесу. В текущем году грузооборот будет оставаться на уровне докризисных значений, а отрасли придется справиться с понесенными убытками на уровне минус 13%, что составляет порядка 286 миллиардов евро. Это в целом на глобальном уровне и в сфере грузового транспорта. Важно отметить, что грузовой автотранспорт формирует порядка 50% доходов от всех видов транспорта. И несмотря на его важную роль в транспортировке необходимых товаров и предметов, автотранспорт пострадал сильнее по сравнению с другими видами транспорта. Отмечается высокая закредитованность предприятий во многих странах мира. Так крупные наращивают дебиторскую задолженность, в то время как малый бизнес столкнулся или еще столкнется с существенным кассовым разрывом и, как следствие, вероятным уходом с рынка. Также транспортные предприятия во многих странах сталкиваются с высоким и даже порой с очень высоким риском невыполнения своих обязательств по кредитам. Это означает ухудшение риска их кредитоспособности, что в первую очередь увеличивает для них стоимость новых заимствований, а это крайне важно для обновления парка автотранспортных средств. Также серьезной проблемой, с которой сталкиваются автотранспортные предприятия, является ликвидность. Будьте добры, следующий слайд, пожалуйста. В прошлом году пандемия коронавируса серьезно повлияла на мировую экономику, международную торговлю и туризм. Во многих странах первой реакцией на распространение COVID-19 стали жесткие ограничения поездок, которые менялись быстро и часто, и порой хаотичным и несогласованным образом. Закрытие границ и существенное снижение пропускной способности пунктов пропуска привели к заторам, необоснованным задержкам и простоям, нарушению логистических цепей, что оказалось наиболее чувствительным для предметов первой необходимости, таких как продукты питания и медицинские товары. Даже такие развитые интеграционные объединения, как Европейский союз и Евразийский экономический союз, пострадали от внезапного восстановления внутренних границ. Ведь на долю автомобильного транспорта там приходится 75% и более 80% от общего объема перевозок грузов. Пользуясь случаем в этой связи, хотелось бы выразить благодарность от имени международных автомобильных перевозчиков правительству Республики Беларусь, Министерству транспорта и коммуникации, таможенным органам, пограничному службе за сохранение границ открытыми даже в весьма острые периоды пандемии, которые позволили странам, особенно не имеющим выхода к морю, продолжать получать товары первой необходимости, продукты питания, медицинские изделия. в максимально кратчайшие сроки, а также наиболее коротким маршрутом. Я имею в виду в первую очередь страны Евразийского экономического союза, а также страны Центральной Азии. Пожалуйста, следующий слайд. Поскольку пандемия продолжается, крайне важно обеспечить предсказуемость для транспортных операторов, предоставляя им информацию в режиме реального времени о текущей ситуации на границах и в пунктах пропуска. Для решения этой проблемы ИРУ регулярно предоставляет обновленную информацию для участников отрасли. Это осуществляется круглосуточно, 7 дней в неделю. Также во взаимодействии с Европейской экономической комиссией ООН был создан совместный проект, который позволил накапливать и предоставлять распоряжение участников отрасли информацию о текущей ситуации на границах, о текущих ограничениях, которые вводятся странами в связи с COVID-19. С начала пандемии ИРУ опубликовал свыше тысячи сообщений о различного рода ограничениях и запретах, что, как нам кажется, красноречиво свидетельствует о том, насколько несогласованными были и в каких-то регионах продолжают оставаться ограничения в пунктах пропуска и на границах. В то же время усилия по поддержанию целостности цепей поставок и одновременно ограничению физических контактов между работниками транспорта и сотрудниками контролирующих органов на границе ускорили цифровизацию отрасли. Инструменты организации объединенных наций, такие как Конвенция МДП и Международная система ЕТИР, а также Конвенция КДПГ и дополнительный протокол об электронной накладной ЕЦМР обеспечивают правовую основу для гармонизированного перехода к цифровым технологиям в торговле и транспорте, дополняя другие цифровые инструменты, применяемые на национальном, региональном и глобальном уровне. В прошлом году главы восьми специализированных учреждений ООН выступили с совместным заявлением, в котором подчеркивается важное значение на транспорте и целесообразность использования в полной мере преимуществ таких цифровых инструментов, как ЕТИР и ЕЦМР. Пожалуйста, следующий слайд. В своем выступлении генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш отметил, что скорейшее внедрение ЕТИР и ЕЦМР позволит сократить физические контакты между водителями и сотрудниками таможенных органов и при этом будет способствовать трансграничному перемещению товаров. Когда по причине строгих карантинных мер коммерческие перевозки по воздуху и морю были ограничены, автомобильный транспорт сохранил бесперебойное функционирование международных цепей поставок и тем самым приобрел еще более важное значение. Пожалуйста, следующий слайд. В своем выступлении я бы хотел более подробно рассказать о той работе, которая проводится странами и международными организациями с целью приведения в электронный вид основных инструментов ООН по обеспечению процедур торговли и улучшению работы международного автомобильного транспорта. В первую очередь речь идет о таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП и конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов или конвенции КДПГ. Благодаря применению гармонизированных процедур, предусмотренных указанными конвенциями, обеспечивается прослеживаемость перемещения товаров и транспортных средств от отправителя к получателю при обеспечении уплаты всех необходимых таможенных пошлин и сборов. Пожалуйста, следующий слайд. ИРУ занимается процессами цифровизации уже на протяжении более 30 лет. Как вы видите на указанном слайде, мы начинали с себя, и перевод взаимодействия в электронный вид вначале осуществлялся внутри организации и во взаимодействии с национальными ассоциациями по всему миру. Внедрение такой системы обмена данными позволило в дополнение к физическому перемещению книжек МДП осуществлять электронный обмен информацией, что создало дополнительный уровень безопасности при выполнении международных перевозок. С принятием приложения 10 Конвенции МДП таможенные органы стали направлять к гарантийной цепи подтверждения о завершении процедуры МДП, о завершении перевозки. И данный формат позволил связать уже не только бизнес с бизнесом B2B, но и государственные органы в лице таможенных органов с бизнесом в лице ИРУ и национальных ассоциаций. В том числе с внедрением рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли всемирной таможенной организации страны начали внедрение обязательного требования о направлении в электронном виде предварительной информации о перемещаемом грузе с целью оценки рисков и ускорения перемещения товаров через границы государств. В рамках таможенного союза обязательным требованием о предоставлении ЭПИ стало в 2012 году и на том этапе пока только для международного автомобильного транспорта. Тем не менее, отрасль взяла на себя повышенные обязательства и уже в 2008 году перевозчики, следовавшие по процедуре МДП, осуществляли направление ЭПИ на добровольной основе. Более того, разработанное для этих целей приложение ИРУ позволяло им и позволяет им это делать самостоятельно, без посредников и на бесплатной основе. Следующий слайд, пожалуйста. 25 мая текущего года произошло знаковое событие в истории Конвенции МДП, вступило в силу приложения 11, которое является правовой основой электронной процедуры МДП. Это стало итогом 20-летней работы договаривающихся сторон Конвенции МДП в рамках официальных органов Европейской экономической комиссии ООН по поиску компромиссных и взаимоприемлемых решений. Приложением 11 вводится процедура ЕТИР, как процедура МДП, осуществляемая посредством электронного обмена данными, которая служит функциональным эквивалентом бумажной книжки МДП. В целях реализации электронной процедуры МДП разработаны спецификации ЕТИР, которые необходимы для подключения национальных автоматизированных таможенных систем к международной системе ЕТИР. Таким образом, уже в ближайшей перспективе процедура МДП перейдет в цифровой формат и станет безбумажной, что еще больше повысит ее привлекательность для осуществления международных перевозок грузов. Будьте добры, следующий слайд. С развитием системы ЕТИР Европейская экономическая комиссия ООН и ЕРУ организовывали пилотные проекты для того, чтобы протестировать электронные инструменты МДП. Так уже достаточно давно первым пилотом, который был запущен и продолжает функционировать по сей день, стал пилотный проект между Турцией и Ираном. Там электронный обмен информацией по-прежнему сопровождался хождением бумажной книжки МДП. Затем полностью в электронном виде взаимодействие между соответствующими органами осуществлялось в перевозках между Ираном и Азербайджаном. Также, как вы видите на слайде, ИРУ продолжает взаимодействовать со странами на двусторонней основе, которые желают протестировать работу цифровой процедуры МДП путем подключения на базе уже существующих технических возможностей и решений, а также IT-инструментов МДП. В конце прошлого года такой пилотный проект начался между Узбекистаном и Казахстаном. И в текущем году дальнейшее географическое расширение проекта запланировано на Таджикистан, а также Кыргызстан. Будьте добры, следующий слайд. Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов КДПГ была разработана в 1956 году и вступила в силу в 1961 году. Данный международный документ был разработан в рамках Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН и является базовой основополагающей нормой международного автотранспортного частного права. Стоит отметить уникальность этой конвенции, поскольку с момента принятия в 1956 году она продолжает действовать по сегодняшний день без каких-либо изменений, которые бы в нее были внесены. В 1976 году Международный союз автомобильного транспорта в сотрудничестве с Международной торговой палатой ввел в формуляр образец ООН для торговых документов, согласованность с типовой формой автотранспортной накладной. Типовая форма автотранспортной накладной была обновлена в 2007 году и в настоящее время используется, если не всеми, то подавляющим большинством участников договора перевозки в договаривающихся сторонах конвенции КДПГ. Будьте добры, следующий слайд. Автотранспортная накладная применяется главным образом для цели коммерческого договора перевозки, но вместе с тем часто используется и контролирующими, в том числе, таможенными органами для проверки данных о товарах и информации о грузоотправителе, грузополучателе и перевозчике, в том числе для проведения таможенной очистки в рамках международной торговли и получения дополнительной информации. Пожалуйста, следующий слайд. В 2008 году для поддержки безбумажных версий шаблонов электронной накладной был принят дополнительный протокол конвенции КДПГ, касающийся электронной накладной. Этот документ вступил в силу в 2011 году. И хотя в последующие годы проводилось достаточно много экспериментов, официальный формат стандартизированных сообщений электронной накладной отсутствовал. В 2017 году в рамках проекта Центра ООН по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям или СЕФАКТ ООН была разработана спецификация требований введения деловых операций, структуры ключевых компонентов электронной накладной и стандарт сообщений в формате XML. В настоящее время уже половина договаривающихся сторон КДПГ присоединилась и к дополнительному протоколу по ЕЦМР. Внедрение ЕЦМР на внутренних и международных перевозках позволяет не только сохранить все преимущества содержащихся данных в бумажной накладной, но и повысить скорость, а также надежность обмена информацией, а также сократить затраты. Перевозчики могут вводить данные в электронном виде на разных языках, что ограничивает риск возможных ошибок по вине человеческого фактора, а также дает эффективную возможность хранить логистическую информацию, обмениваться данными в режиме в реального времени. Более того, накладная ЕЦМР может быть интегрирована с иными услугами, которыми пользуются транспортные операторы, в том числе таможенным декларированием, управлением автопарком. Это в разы снижает расходы на обработку информации, упрощает администрирование, выставление счетов, а также повышает точность данных. Будьте добры, следующий слайд. Стоит отметить, что несмотря на вступление в силу дополнительного протокола о ЕЦМР в 2011 году, первые пилотные перевозки международные с использованием ЕЦМР начали осуществляться только в 2017 году, и эти перевозки были начаты в Европейском Союзе. Стоит отметить, что для их начала, как правило, не требовалось вносить какие-либо существенные изменения в национальное законодательство, а перевозчики взаимодействовали в основном в формате B2B при достаточно высоком уровне доверия со стороны контролирующих органов. Например, информация передавалась путем обмена QR-кодами или заверялась физической подписью на экране смартфона или планшета, что, по сути, приравнивалось к собственноручной подписи. В сентябре прошлого года успешно завершился пилотный проект по международным перевозкам с использованием ЕЦМР с участием государственных органов Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. По итогам эксперимента, помимо уже перечисленных преимуществ, была отмечена возможность сопряжения и использования картотек данных ЕЦМР при генерировании других электронных документов. Более того, например, сопряжение системы ЕЦМР с иными электронными системами, например, подключение системы распространения регистрационных номеров автомобилей, позволяет в режиме реального времени автоматически идентифицировать тип перевозимого груза без остановки транспортного средства, что значительно облегчает выборочную проверку грузовых автотранспортных средств. Стоит отметить, что с 2017 года было внесено несколько предложений относительно того, каким должен быть формат электронной накладной. Однако, единый стандарт так и не был принят. При этом, в случае двустороннего подхода, вероятно, что перевозчикам придется столкнуться с различными электронными форматами, в зависимости от того, с каким партнером они в настоящий момент будут взаимодействовать. А это ведет к риску того, что электронный вариант автотранспортной накладной может оказаться, по сравнению с печатной версией, более сложным и дорогостоящим в плане осуществления. Бесплатный образец электронной накладной разработанной CIFACTOON предлагает единый стандартный формат для этого сообщения, что позволило бы решить эти вопросы, дав компаниям возможность беспрепятственно включать необходимую информацию в данный тип документа. Как уже отмечалось, на евразийском пространстве в рамках Евразийского экономического союза страны и бизнес, и государственные органы значительно продвинулись по пути цифровизации с созданием института доверенной третьей стороны. И по сути, как Россия, так и Беларусь, которые присоединились к ЕЦМР, уже сейчас могут начать выполнять пилотные перевозки с использованием ЕЦМР. Важные изменения в плане цифровизации произошли и в Европейском Союзе. Там принято постановление Европейского парламента и Совета ЕС о создании платформы по обмену электронной информацией о перевозках грузов. И эта процедура обязательной станет уже с августа 2024 года. Таким образом, мы видим широкие возможности по адаптации различных платформенных решений не только для нужд автомобильного транспорта, но и взаимодействия с морскими, авиа- и железнодорожными перевозками. Тем более, что на других видах транспорта, в авиаперевозках и в железнодорожных перевозках уже компании перешли на использование электронных накладных. Будьте добры, следующий слайд. В заключении позвольте мне отметить, что совершенствование таможенных процедур посредством ратификации и внедрения основных инструментов ООН по упрощению процедур многосторонней торговли и перевозок автомобильным транспортом, так как уже упомянутые конвенции, позволяет значительно облегчить проведение контрольных мероприятий на границе и имеет решающее значение для экономического роста и устойчивого развития. Транспорт служит основой для глобальной торговли, а услуги автомобильного транспорта находятся у истоков любого вида экономической деятельности, являясь фундаментом международных цепей поставок, в том числе интермодальных, и мобильности населения. Во многом восстановление экономики будет зависеть от эффективной работы автомобильного транспорта. Пользуясь случаем, я еще раз благодарю организаторов за возможность выступить на данном важном мероприятии. Желаю всем участникам крепкого здоровья и плодотворной работы. Спасибо. Слово для выступления предоставляется первому заместителю председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, кандидату экономических наук, доценту Андрею Аркадьевичу Касовскому. Уважаемый Константин Константинович, уважаемые члены президиума гостя форума, от имени Государственного комитета по науке и технологиям Республики я рад приветствовать вас на открытии третьего евразийского цифрового форума. Конец XX и начало XXI века ознаменовались бурным развитием информационно-коммуникационных и компьютерных технологий и внедрением их во все сферы жизнедеятельности человека. Для него появилась новая реальность – онлайн. Это позволило некоторым ученым говорить о формировании нового типа общества, информационного. Основным товаром в таком обществе является информация в широком смысле, в том числе новые научные знания, основным ресурсом интеллектуальной способности человека и общества в целом. При этом дальнейший экономический рост стран зависит от успешности формирования в них информационных обществ. Международное научно-техническое сотрудничество – одно из актуальных направлений во внешнеэкономической деятельности нашей страны. Государственный комитет по науке и технологиям в нашей стране является регулятором, осуществляющим координацию и реализацию единой государственной политики в области международного научно-технического сотрудничества и обмена научно-технической информацией. Ключевой составляющей белорусской национальной инновационной системы является государственная система научно-технической информации, как мы ее кратко называем ГСНТИ. Она обеспечивает потребности ученых, инженерно-технических специалистов, менеджеров и других пользователей в научно-технической информации, представление в мировом и республиканском информационном пространстве национальной научно-технической информации. Одной из основных задач формирования и эффективного использования республиканских ресурсов научно-технической информации является их интеграция в мировое информационное пространство и создание рынка информационной продукции и услуг. В рамках решения данной задачи на республиканском уровне сформированы межотрасливые центры информации, являющиеся одновременно крупнейшими информационно-аналитическими центрами Беларуси. В целях интеграции национальных систем научно-технических ресурсов и систем на международном уровне в 1969 году создан и до настоящего времени успешно функционирует Международный центр научно-технической информации со штаб-квартирой, располагающейся в городе Москве. На сегодняшний день МОЦНТИ, кратко, то есть это Международный центр научно-технической информации, насчитывает 22 страны-члена, представляющих практически все континенты от Центральной Америки до Юго-Восточной Азии и от Европы до Африки. Помимо этого, в реализации долгосрочных и среднесрочных проектов центра принимают участие организации, ассоциированные участники из 12 стран мира за рамками официального членства. Это такие страны, как Германия, Франция, Великобритания, Китай, Южная Корея, Тайвань, Испания, Словакия, Киргизия, Сербия, Австралия и Литва. Международным центром в последние годы реализовано значисленное количество проектов в области устойчивого развития, включая проект «Умные и устойчивые города», «Эра экологии», «Вейс ту Вэллз», «Инноватив ГБэйш Ресайкин Технологиз» и другие. Например, проект «Умные и устойчивые города» реализуется МСНТ на площадке Российского университета дружбы народов в партнерстве с УН Хэбитет, Международным советом по экологическому строительству в России, правительством города Москвы и научно-инновационным центром фонда Эдмунда Маха, Италия. В прошлом году в рамках реализации проекта осуществлена разработка системы комплексного мониторинга состояния зелёных на осаждении в условиях мегаполиса для поддержки принятия решений по устойчивому развитию городской зелёной инфраструктуры. Речь идёт прежде всего о технологии «тритокеров», то есть специализированных датчиков, определяющих в суточном режиме жизнеспособность деревьев и их средствовоустойчивость. Специалисты в сфере информационных технологий разработали пилотные программы для передачи сигнала онлайн от датчиков с деревьев на принимающие устройства и роботизированную обработку информации. Идя навстречу глобальным вызовам с 2018 года МНСНТИ реализует проект «Цифровая экономика» в целях содействия государственным членам в применении лучших мировых практиков в сфере цифровой экономики и международной цифровой кооперации. В условиях пандемии COVID-19 и мирового экономического кризиса цифровизация национальных экономик становится необходимым условием их устойчивого развития. В настоящее время МНСНТИ разрабатывает совместно с нашей страной механизмы реализации пилотного проекта Международной профессиональной системы научной информации i-Science for All «Цифровая наука для всех», которая ориентирована на объединение репозитариев государств-участников МНСНТИ, а также технической информации «i-Tech for All». Система i-Science for All направлена на обеспечение надежного открытого доступа исследовательского сообщества к научной информации за счет объединения на единой платформе национальных хранилищ результатов исследовательской деятельности и научных публикаций электронных библиотечных систем и других цифровых ресурсов стран-членов сообщества МСНТИ. В рамках данного проекта также запланировано построение технико-программной инфраструктуры обмена НТИ, создание цифровой доступной среды хранения и доступа к научно-технической информации, создание единых методических основ, призванных повысить доступность и ускорить распространение научно-технической информации. Сегодня в Республике Беларусь сформирована одна из наиболее развитых в регионе сеть институциональных репозитариев открытого доступа, 27 цифровых хранилищ. Помимо этого, электронная библиотека Белгосуниверситета занимает 11 место в мировом рейтинге репозитариев «Transparent Rank of Repositories» рейтинг составлялся в 2019 году. Это делает нашу страну одним из наиболее ценных потенциальных партнеров в данном проекте для МСНТИ. Еще одним из направлений деятельности центра является развитие форм сотрудничества стран-членов МСНТИ в области поддержки инноваций. В рамках расширения этой деятельности проведены работы по взаимному размещению данных о предлагаемых и запрашиваемых технологиях с участием Республиканского центра трансфера технологий Академии наук Беларуси, Фонда науки Казахстана и Научно-исследовательского института экономических реформ Азербайджана. Одним из основных результатов реализации работы явилось создание нормативной методической основы для обеспечения ввода любой заинтересованной организации стран-членов МСНТИ информации об имеющихся у него технологических запросах и предложениях в Республиканскую сеть Центра трансфера технологий. Естественным продолжением этих работ стала подготовка соответствующего системного решения в рамках реализации проекта «Система-агрегатор данных о предлагаемых технологиях». Выполнение мероприятий по проекту уже позволило создать на базе штаб-квартиры центров точки доступа к мировым источникам данных о предлагаемых технологиях. Также позволило создать сеть центров трансфера технологий стран-членов МСНТИ, обеспечивающих размещение данных о технологиях, предоставляемых партнерскими центрами. Также в настоящее время центром получен статус специализированной организации ЮНИДА в области трансфера технологий. Стратегической целью проекта является обеспечение открытого доступа к информации о технологиях на базе узла коммуникации сети трансфера технологий МСНТИ, формирующего инфраструктуру для использования национальных и международных информационных ресурсов в области технологий. На сегодняшний день реализуются мероприятия по повышению эффективности государственной поддержки системы доступа к международным цифровым научно-техническим информационным ресурсам. В прошлом году все желающие имели возможность доступа к 93 базам данных, из которых 17 – ресурсов удаленного доступа. Также был предоставлен полнотекстовый доступ к более чем к одной тысяче книг издательства Spring of Nature, больше чем к 200 библиометрическим реферативным инструментам, реферативным базам по цитированию Scopus и Web of Science, аналитическим инструментам для оценки научных исследований in Kites, справочно-библиографическим материалом базы данных SkyFunder N, реферативным журналом Veneti Российской Федерации, научным журналом издательства Springer, научно-электронной библиотеке eLibrary.ru и ко многим другим. В рамках межгосударственного сотрудничества в обмене научно-технической информации Беларусь является также полномочным представителем в Межгосударственном координационном совете по научно-технической информации государства СНГ, где ежегодно участвует в проектах и соглашениях, направленных на международное сотрудничество в сфере научно-технической информации. Значимым проектом за последнее время, реализуемым в рамках данного координационного совета, является разработка концепции создания цифровой платформы обмена научно-технической информацией и управления интеллектуальными правами, то есть Банком инноваций СНГ, что позволит более эффективно продвигать результаты интеллектуальной деятельности на внутренних и внешних рынках. В настоящее время на пространстве СНГ в условиях активной цифровой трансформации инновационной сферы и цифровизации информационного обмена между субъектами инновационной деятельности приобретает особую значимость решение общей задачи по созданию систематизированного и информационного ресурса, содержащего актуальные сведения маркетингово, статистического и аналитического характера об инновациях на пространстве СНГ. В этой связи создание платформы является одним из способов решения такой задачи и механизма интеграции информационных ресурсов и систем научно-технической информации государств-участников СНГ. Основной целью создания платформы является содействие коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и развитию инновационного предпринимательства путем обеспечения доступа инвесторов, то есть это фондов, банков, венчурных инвесторов, институтов развития, организаций трансферотехнологий, ученых и других заинтересованных лиц к базам данных, банных о результатах научно-технических исследований государств-участников СНГ, а также широкого и активного распространения информации о взаимных возможностях, интересах всех субъектов инновационной сферы и осуществлению инновационных проектов на пространстве Содружества. Основными задачами платформы – это участие в формировании единого информационного пространства для внедрения результатов интеллектуальной деятельности государств-участников СНГ, развитие технологий обмена научно-техническими разработками в цифровом формате, информационно-аналитическое обеспечение инновационного развития, позволяющего пользователям платформы проводить экспериментально-аналитическую оценку научно-технического, промышленного и инновационного развития государств-участников СНГ. Также в настоящее время ведется разработка национальной цифровой платформы портала по размещению научно-технической информации в открытом доступе, что также будет способствовать обмену информации и сотрудничеству в научно-техническом сообществе нашей страны с иностранными партнерами. Также в настоящее время прорабатываются другие направления и перспективы межгосударственного цифрового сотрудничества в сфере научно-технической информации на ближайшее десятилетие. Например, разработана концепция межгосударственной целевой программы Евразийского экономического союза «Инновационные биотехнологии для развития экономики стран ЕС» на период до 2030 года. В этой связи на текущую пятилетку Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь ставит приоритетом создания и развития национальной объединенной среды научно-технической информации в целях обеспечения оперативного информационного взаимодействия и доступа субъектов национальной инновационной системы к необходимой научно-технической информации путем формирования единого цифрового пространства научной отрасли. Данную задачу мы предполагаем решить к 2025 году. Для этого предусматривается формирование системы национального цифрового научно-технического контента и его продвижение в мировое информационное пространство, расширение возможностей оперативного доступа к цифровым зарубежным ресурсам научно-технической информации, разработка и широкомасштабное внедрение современных технологий, обработки, хранения, поиска и передачи научно-технической информации, модернизация и развитие цифровой инфраструктуры научно-технических библиотек, информационных центров и фондов, также формирование системы информационно-аналитической поддержки принятия решений в научно-технической сфере в государственном управлении и экономике. То есть, говоря по-простому, мы хотим до 2025 года всю научную отрасль перевести в цифру. Для этого у нас есть все предпосылки, есть все ресурсы. В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время ни одна страна мира, какой бы мощной она ни была, не может обеспечить весь спектр научных исследований и разработок по всем актуальным проблемам. Поэтому сама жизнь ставит перед нами задачу по объединению усилий ученых на основе формирования в ближайшем будущем единого мирового пространства научно-технической информации для обеспечения инновационного развития мировой экономики. От скорости решения данной задачи будет зависеть наши возможности по решению глобальных проблем и вызовам, стоящих перед всем человечеством. И само существование современной цивилизации. Благодарю за внимание. Готов ответить на вопросы, если у кого-то есть. Итак, слово для выступления предоставляется генеральному директору ООО «Интелтех» Александру Евгеньевичу Борейко. Добрый день, уважаемые коллеги. Будьте добры, презентацию включите, пожалуйста. Вот, которая слева. Тематика цифровизации инициативы «Один пояс, один путь» очень обширная. И в рамках отведенных 15 минут на выступление можно лишь остановиться на общих моментах цифровых преобразований в сфере транспорта и логистики. Коллеги, будьте добры. Вот левая презентация. Включите ее, пожалуйста. В начале позвольте коротко остановиться на самом проекте, на самой инициативе «Один пояс, один путь». В сентябре 2013 года в Астане лидер КНР Си Цзиньпинь выступил с инициативой глобальных инфраструктурных проектов на евразийском направлении. При этом транспортная составляющая, хоть и является важной для реализации проекта «Один пояс, один путь», тем не менее данный глобальный проект в первую очередь носит геополитический характер, нацелен на построение новых направлений международного экономического взаимодействия, в том числе в рамках формирования новой цифровой экономики. Вошедшие изначально в инициативу сухопутно-экономический «Пояс шелкового пути», а также «Морской шелковый путь XXI века» впоследствии были дополнены третьей составляющей «Ледовая трасса шелкового пути». Следующий слайд, пожалуйста. Лидеры государств-членов ЕАЭС неоднократно высказывались в поддержку данной инициативы. В частности, в апреле 2019 года в Пекине на заседании круглого стола лидера форумов «Один пояс, один путь» президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подтвердил решение о сопряжении интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и проекта Китая по созданию экономического пояса «Шелкового пути». А буквально на прошлой неделе президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета также призвал активнее сопрягать ЕАЭС с китайской инициативой «Один пояс, один путь». Ну и, наконец, вопросы формирования большого евразийского партнерства и позиционирования ЕАЭС как одного из его центров, а также вопрос сопряжения с китайской инициативой были в центре внимания в рамках подготовки плана реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Следующий слайд, пожалуйста. Очевидно, что система транспорта и логистики является необходимым связующим элементом для таких масштабных интеграционных проектов. Общими мировыми трендами ее цифровизации при этом является переход от кусочной автоматизации отдельных функций и задач к созданию платформенных решений и последующих формирования бизнес-экосистем в сфере транспорта и логистики как на национальном, так и на международном уровне. Формирование кроссотраслевых цифровых инструментов, связующих конечного потребителя, торговую площадку, логистические и транспортные компании, а также производителя товаров и поставщиков комплектующих. Создание с учетом принципов цифрового суверенитета и разграничения прав доступа к информации общего цифрового пространства в транспортно-логистической сфере и смежных отраслях. И, наконец, активное использование цифровых инструментов для цели государственного регулирования транспортно-логистической сферы, в том числе обеспечение условий равной конкуренции участников перевозок. Можно следующий слайд. Возвращаясь к инициатору программы «Один поезд, один путь», отметим, что Китайская Народная Республика уверенно идет по пути цифровизации всех отраслей экономики, включая транспортно-логистическую сферу. Основу китайской транспортно-логистической экосистемы составляет национальная открытая информационная платформа транспорта и логистики «Ладжинк», которая в самом начале ее формирования была названа главной задачей и ключевым проектом. При создании платформы «Ладжинк» были использованы следующие принципы. Переключите, пожалуйста. Следующий слайд. Это формирование публично ориентированной, фундаментальной, всеохватывающей, открытой и обеспечивающей взаимный обмен системы глобального взаимодействия. Что характерно, под термином «публичная ориентированность» при этом понимается некоммерческий характер государственных цифровых платформ, ориентированных на предоставление государственных услуг. Как указывается в официальных материалах Минтранс Китая касательно системы «Ладжинк», в ходе ее создания стояла задача упрощения взаимодействия в цепочках поставок путем централизации информационного обмена и исключения бумажного документа оборота в ходе логистического процесса. В рамках платформы «Ладжинк» было внедрено значительное количество цифровых платформенных решений, обеспечивающих услуги в области интеграции логистической информации и управления в ходе перевозки по международным транспортным коридорам, а также информационную интеграцию с транспортно-логистическими экосистемами на региональном и международном уровне. Их реализация стала возможной благодаря длительной фундаментальной работе по разработке и последующему совершенствованию системы стандартов информационного обмена в рамках «Ладжинк». Отметим, что вопрос развития системы стандартов, системы технического регулирования в целом в эпоху цифровизации является одним из важнейших в КНР, что нашло свое отражение в соответствующей программе развития China Standards 2035. Переключите, пожалуйста, это. В рамках регионального взаимодействия КНР с Республикой Корея и Японии осуществляется внедрение транснациональных цифровых инструментов на базе уже региональной платформы Neonet. Как указывается в официальных материалах, платформа Neonet является транснациональным некоммерческим механизмом логистического взаимодействия и обмена данными в рамках международных транспортных коридоров. В рамках платформы осуществляется межгосударственный информационный обмен касательно движения судов, перевозки контейнеров в режиме реального времени, состояния и загруженности объектов, портовой инфраструктуры и другое. Планами развития региональной системы Neonet предусмотрено углубление организационного механизма системы, повышение уровня информационного взаимодействия трех государств, развитие регионального сотрудничества со странами ОСЕАН, а также содействие международному сотрудничеству и обмену логистической информацией с Европейским Союзом, Северной Америкой и другими регионами. Перенесемся на другую сторону Евразии, в Европейский Союз, где реализуется проект Phoenix – Federated Network of Information Exchange and Logistics. Проект основан на исследованиях Европейского транспортно-логистического форума и координируется RTK ITS Europe – это Европейское государственное частное партнерство в сфере интеллектуальных систем управления транспортом и логистикой. Одной из основных задач проекта Phoenix является создание условий для цифровизации Европейской сети международных транспортных коридоров TNT. Характерно, что данный проект рассматривается как важной составляющей внешнеэкономической политики Евросоюза, в том числе направленной на усиление влияния в Восточной Европе. Для реализации проекта Phoenix применяются следующие принципы. Это федеративный принцип построения на основе совместных соглашений, учитывающих интересы всех участников. Децентрализованный подход, принцип суверенитета данных, сохранение контроля над обменом и использованием данных, формирование информационного пространства доверия. И, наконец, это экосистемное многообразие цифровых платформ и сервисов, возможность выбора поставщика сервисов. Как указывается в официальной спецификации, архитектура Phoenix не опирается на централизованную платформу. По сути, европейская платформа Phoenix – это децентрализованные платформы обмена информацией, одноранговые решения, взаимодействия каждой с каждым на основе согласованных правил информационного обмена. Уважаемые коллеги, сегодня уже отмечалось, что пандемия COVID-19 оказала сильнейшее влияние на все отрасли экономики абсолютно всех государств мира. Транспортно-логистическая отрасль, наверное, одной из первых, почувствовала влияние от введения вынужденных ограничений на международной перевозке и дисбаланс в мировых цепочках поставок. Но именно в данной отрасли были в самые кратчайшие сроки внедрены цифровые инструменты, обеспечивающие минимизацию физических контактов в ходе перевозки. Составная часть этого – максимальное использование электронного документа оборота вместо традиционного бумажного. А также начало формирования зеленых коридоров на основе применения технологий спутникового мониторинга в ходе международных перевозок. В качестве примера приведу европейский проект «Галилео Гринвейн», реализуемый в Евросоюзе и направленный на минимизацию задержек при международных автомобильных перевозках. А также проект навигационно-информационного обеспечения трансграничных автомобильных перевозок РФКНР на основе технологий ГЛОНАСС-БИДОУ, запуск которого мы ожидаем уже к концу этого месяца, июня. И, конечно, вызовы пандемии COVID-19 стали действенными драйверами цифровизации транспортно-логистической сферы национальном уровне в каждом из государств-членов ЕС. В частности, Минтранс России разработана программа цифровой трансформации транспорта и логистики, ключевыми направлениями которой являются зеленый цифровой транспортный коридор, бесшовная грузовая логистика, включая цифровые транспортные коридоры, цифровое управление транспортной системой, цифровизация для транспортной безопасности, цифровые двойники объектов транспортной инфраструктуры, а также применение беспилотных транспортных систем для перевозки пассажиров и грузов. Несмотря на кажущуюся некоторую фантастичность, тематика применения высокоавтоматизированных и полностью автономных беспилотных транспортных средств становится все более актуальной в рамках цифровой трансформации на пространстве шелкового пути. В частности, в рамках экономической и социальной комиссии ООН для стран Азии и Тихого океана ЭСКАТа инициировано изучение возможности применения беспилотных автомобилей для осуществления международных грузовых перевозок между государствами Юго-Восточной Азии и Европы. А в рамках российско-китайского диалога Министерства транспорта обсуждается организация тестирования беспилотных автомобильных перевозок РФКНР по Международному транспортному коридору Приморья-2. Рассчитываем в этом году начать работу по созданию и организации тестирования пилотной зоны. Если применение беспилотников – это все же некая перспектива, то внедрение цифровых сервисов для организации управления перевозками по транспортным коридорам Восток-Запад, а также Север-Юг, которые соединяют Евразию – это проект в рамках текущей повестки. Согласно принятым Евразийской экономической комиссией распоряжений, планируется формирование экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕС, включая создание цифровой витрины и реализацию не менее 10 приоритетных сервисов. Но об этом сегодня-завтра у нас будут отдельные дискуссии. Отметим лишь, что развитием данного проекта формирования экосистемы цифровых транспортных коридоров могут быть практические шаги в рамках реализации соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государственными членами, с одной стороны, и Китайской народной республикой, с другой стороны, заключенным еще в 2018 году в Астане. В настоящий момент на площадке ЕЭК ведется выработка предложений в проект плана мероприятий в дорожную карту по реализации данного соглашения. При этом цифровизация видится одним из ключевых направлений взаимодействия Союза и КНР. В рамках данного диалога экспертами в том числе активно обсуждаются следующие возможные приоритетные направления сотрудничества. Это информационный обмен между экосистемой цифровых транспортных коридоров ЕЭС и публичными информационными платформами транспорта и логистики КНР. Переход на электронные формы документов и придание им юридической значимости. Использование цифровых навигационных технологий, мониторинга и контроля автомобильных перевозок. А также применение электронных навигационных помп для контроля перевозок груза в целях их прослеживанности и другие. Я перечислил лишь часть их инициатив и проектов в сфере транспорта и логистики, из которых формируется цифровой шелковый путь. Представляется, их реализация требует совместных скоординированных усилий всех сторон, всех государств, по территориям которых проходят международные транспортные коридоры. Успешность проектов цифровизации во многом зависит от скорости проводимых преобразований, а также гибкости и последовательности в вопросах реализации совместных планов по внедрению цифровых инструментов, включая аспекты нормативного регулирования. Цифровая трансформация транспорта и логистики открывает новые возможности для наших государств. Она является залогом обеспечения конкурентноспособности наших экономик уже в самом ближайшем будущем. Спасибо большое. Уважаемые участники, благодарим вас за участие и содержательное выступление. К сожалению, регламент сессии истек. Вы сможете обсудить интересующие вас вопросы в кулуарах форума с 1 по 4 июня. А наша пленарная сессия на этом завершена. Желаю вам активной и эффективной работы на форуме успешных и плодотворных коммуникаций. Спасибо. Прошу прощения за задержку. Видимо, мы отвыкли проводить оффлайн, и поэтому не все получилось оперативно. И сейчас предлагается перейти от общих, как говорится, тезисов, которые ставило руководство, к каким-то более практическим вопросам реализации проекта. Потому что, видите, проект цифровых транспортных коридоров, мы уделяем ему серьезное внимание, мы видим заинтересованность бизнеса в нем. Поэтому целую отдельную сессию посвятили этому проекту. Представлю президиум. Сам я, Ткач Павел Николаевич, первый замминистра связи и информатизации Республики Беларусь. Дубина Сергей Станиславович, заместитель министра транспорта и коммуникации Республики Беларусь. Муквич Владимир Валерьевич, заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь. Амуралиев Мерлан Жумабекович, помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии. Глевицкий Геннадий Владимирович, заместитель главного инженера Белорусской железной дороги. Гал Максим Владимирович, представитель консорциума цифровой транспортной коридоры ЕС. Михайловский Игорь Анатольевич, директор НЕРУП Институт прикладных программных систем. И Камаха Ян Александрович, консультант департамента цифровой транспорации Министерства транспорта Российской Федерации. Коллеги, проект идет уже достаточно давно, постепенно переходя из научно-исследовательской работы в его практическую реализацию. Вместе с тем, что есть определенное непонимание, как это делать, что это делать, в каком порядке реализовывать. Поэтому сегодня одна из наших задач все-таки попробовать самим себе, в первую очередь самим себе, ответить на эти вопросы. И для начала я передаю слово Амуралиеву Мирлану Жумубековичу, помощника председателя коллегии Евразийской экономической комиссии. Непосредственно он курирует проект в комиссии, поэтому Мирлан Жумубекович, как вам удобно? Вы можете с места, можете от трибуны. Давайте узнаем текущее состояние проекта, перспективы именно с точки зрения комиссии. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Во-первых, позвольте поблагодарить Министерство связи и информатизации Республики Беларусь за организацию такого мероприятия. Мы, на самом деле, сегодня отмечали наши министры, что давно мы не собирались в очном формате, и то, что для решения острых и проблемных вопросов при нашей работе очень важно коммуникации не только за экранами монитора, но и вживую, как говорится, лицом к лицу. Впервые про цифровые транспортные коридоры на площадке Союза начали говорить в 2017 году. Наши главы государства утвердили основные направления реализации цифровой повестки, и где одним из приоритетных направлений был выбран цифровые транспортные коридоры. И это, наверное, еще знаменательно, что цифровые транспортные коридоры были предложены именно Республикой Беларусь в включении в приоритетные направления. Это я очень хорошо помню, так как я находился в этом процессе с самого начала формирования основных направлений цифровой повестки Союза. Для реализации этого приоритетного направления цифровой повестки к нам в соответствии с порядком проработки инициатив в комиссию поступило несколько инициатив, которые по итогам обсуждений и проработки офиса было принято решение Советом о проведении научно-исследовательской работы. Кстати, наверное, надо отметить, что родоначальники этого проекта, здесь как раз таки присутствуют у нас, Павел Николаевич Скач, тоже мой коллега в прошлом, который начинал этот проект. Сейчас, как он мне говорит, что я курирую, вот он этим вопросом занимался, курировал. И также за период 2018-2019 года была проведена большая объемная работа, научно-исследовательская работа, авторы здесь также у нас присутствуют в зале, их несколько человек. Основным исполнителем на конкурсной основе был выбран аналитический центр при правительстве Российской Федерации. Эту работу возглавлял Максим Владимирович Галл здесь присутствует. При участии, как в виде соисполнителей представителя Республики Беларусь, это Институт прикладных программных систем, также Игорь Анатольевич Михайловский принимал активное участие. Также представитель Республики Казахстана, это акционерное общество Транстелеком. Результаты были приняты в 2019 году, по итогам проведенной научно-исследовательской работы были сформированы, сперва это была концепция формирования экосистемы цифровых транспортных коридоров, потом она преобразовалась в подходы и была представлена главам правительств в 2020 году, 31 января, в цифровом форуме в Алмате. И там же был утвержден план мероприятий по формированию экосистемы цифровых транспортных коридоров. Здесь очень большая заслуга в этой работе непосредственно Павла Николаевича Ткача, так как он все готовил и продвигал этот проект. В соответствии с планом на сегодняшний день определены уполномоченные ответственные органы у нас в государствах-членах за реализацию этого плана мероприятия. Это в Республике Армения Министерство территориального управления и инфраструктуры, в Республике Беларусь это Министерство связи и информатизации, также научно-инженерное и республиканское унитарное предприятие «Институт прикладных и программных систем», в Республике Казахстан это Министерство индустрии и инфраструктурного развития, в Кыргызской Республике это Министерство транспорта и коммуникации и в Российской Федерации это Министерство транспорта. Формирование экосистемы цифровых транспортных коридоров включает в себя реализацию большого количества элементов и сервисов разноплановых по виду, способам и субъектам взаимодействия. Это взаимодействие между государствами, между государственными органами и бизнесом, бизнес с пользователями и так далее. В соответствии с тем же планом, вторым пунктом было определено, что государства-члены совместно с комиссией формируют перечень сервисов и необходимой цифровой инфраструктуры. В течение 2020 года эта работа активно велась, были очень жаркие дебаты, все присутствующие участвовали в этом процессе и выбрали 10 сервисов и один инфраструктурный элемент. До этого уже коллеги рассказывали. Он утвержден решением совета 23 ноября и сейчас обсуждается уже, как отметил Павел Николаевич, практическая реализация, подходы, механизмы, как мы будем это реализовывать. На данный момент к нам поступило в инициативном порядке от Министерства транспорта Российской Федерации предложение по реализации информационно-коммуникационной витрины сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров. Мы сейчас совместно со сторонами обсуждаем, рассматриваем и готовим этот пакет документов для дальнейшей инициации и дальше будут реализовываться. Там предлагается подход на базе этой информационно-коммуникационной платформы выстраивать некие прототипы строить и на базе этой информационно-коммуникационной платформы опробировать некие решения по реализации сервисов. Также, кроме этого, параллельно у нас в комиссии отраслевым департаментом проводится очень большая работа в рамках формирования системы цифровых транспортных коридоров. Недавно была принята концепция по электронному взаимодействию на морском транспорте. Ведется большая работа здесь, параллельно у нас коллеги тоже здесь в зале присутствуют по электронно-сопроводительным документам. У нас тоже один из приоритетных направлений было внедрение и взаимное признание электронных документов в рамках Союза. В продолжении этого с декабря по февраль 2021 года был проведен пилот между Республикой Белоруссии и Российской Федерацией. Опробирован механизм взаимного признания товаросопроводительных документов. Он также у нас на полях комиссии сейчас активно обсуждается совместно со всеми заинтересованными департаментами отраслевыми. Это как и финансовая политика, где в рамках обмена налоговой информацией, а также в департаменте транспортной политики в рамках ЕЦМР. Сегодня на первой пленарной сессии тоже про это очень хорошо было детально рассказано. В рамках ЕКОН мы сейчас совместно взаимодействуем, проводим департамент торговой политики. У нас с ними тоже активную работу ведет по возможному проведению пилота в рамках ЕКОН обмена между Европейским Союзом и Евразийским Союзом. Недавно, на прошлой неделе, буквально коллеги презентовали этот механизм взаимного признания на консультативном комитете по транспортной политике. Также отзывы со всех уполномоченных органов в сфере транспортной политики. Это Министерство транспорта пяти стран. Это было принято очень хорошо. И сейчас обсуждается дальнейшее, как можно этот механизм применить в рамках нашей работы. Но также стоит отметить, что все работы, проводимые в рамках формирования экосистемы, так как цифровой трансформант подается очень большой транспортно-логическое взаимодействие между большинством субъектов, наверное, есть параллельные работы и по нормотворческой части, где у нас и в плане было отмечено, что необходимо будет разрабатывать и принимать необходимые международные соглашения. Мы параллельно в этом направлении тоже с департаментом транспортной политики прорабатываются эти вопросы. А также по электронно-сопроводительным документам, где у нас есть сервис по электронным путевым листам и так далее, где везде межгосударственный электронный документооборот задействован. Также очень важным моментом является это трансграничное пространство доверия, которые у нас сейчас в плане мероприятия по реализации стратегических мер развития Союза до 2025 года отмечены. И есть конкретные мероприятия со сроками, которые будут реализовываться, соответствующие изменения в договор о Союзе и так далее. Здесь просит, что и многие знают уже про эти работы. И сейчас нам предстоит очень большая объемная работа по определению и утверждению механизмов, способов и форм реализации сервисов и необходимой цифровой инфраструктуры в рамках Союза. На сегодняшний день уже четыре стороны предложили свои варианты применения механизмов. Это было за концептуальную основу взять существующие механизмы реализации цифровой повестки, сохранением принципов цифрового суверенитета каждого из государств-членов, совместная реализация путем формирования консорциумов, либо неких наднациональных международных организаций, для участия всех государств-членов при реализации каждого из сервисов. Но есть и некоторые недостающие части в наших механизмах для реализации этих сервисов. Это было также отмечено и в научно-исследовательской работе, и в подходах по итогам, которые были сформированы. И здесь, наверное, у нас будет некий симбиоз. Здесь сейчас коллеги будут рассказывать дальше тоже, какие варианты предложения есть. Мы сейчас со сторонами начинаем активную фазу обсуждения этого момента, но и параллельно мы не останавливаем, и рассматриваем также и инициативные предложения по реализации сервисов с использованием существующих механизмов и существующего порядка. Павел Николаевич, я, наверное, много времени не буду занимать, на этом позвольте мне остановиться. У меня к вам сразу один вопрос, если можно. Конечно. Но позиция ЕЭКа. Проект нужен? Ну, конечно, нужен. Он же отмечен. Вы, если видели последнее заседание Высшего Евразийского экономического совета, также было отмечено и главами государств, и также он и приоритетное направление, и столько ресурсов уже потрачено на пути до этого шага. Поэтому, конечно, он нужен. И комиссия тоже полностью поддерживает и полностью продвигает максимально. Но надо понимать, я понимаю этот вопрос, и уже звучала критика в наш адрес, и на полях Алматинского форума в начале года, что комиссия очень долго это двигает. Но я хотел бы отметить, что при принятии плана было отмечено, что здесь ведущую роль больше государства-члены берут на себя. И если смотреть по исполнителям, если прямо уж переходить на формальную часть, там первыми исполнителями государства-члены, да. И здесь, мне кажется, может быть, наших ресурсов совместных даже здесь не хватает в этом направлении. Ну и существующий механизм, почему я сказала, и почему было отмечено в НИРе и при подготовке вами, что существующие механизмы не в полной мере могут дать возможность реализации проектов в рамках цифровых транспортных коридоров. Здесь, да, есть возможности. Вот мы недавно участвовали на дискуссии с Максимом Владимировичем на Валдайском дискуссионном клубе. И также про это был разговор, что существующие механизмы, да. Максим Владимирович на своем примере знает Игорь Анатольевич тоже, так как вот эту инициативу мы сейчас рассматриваем, что это долго, тяжело. Ну практика показывает, что у нас подготовка до инициации проекта занимает минимально от 9 месяцев до 1,5 года. Это существующие реалии, механизмы наши, что каждый шаг у нас согласовывается с государствами-членами. Хорошо, спасибо большое. Действительно, проект комплексный, сложный, и здесь надо обладать действительно уникальными компетенциями, чтобы, возможно, реализовать даже вот те приоритетные сервисы, которые выбраны. И понятное дело, что здесь сил не только офиса управления и инициативами, но, наверное, даже всей комиссии было бы недостаточно для того, чтобы его запустить. Поэтому здесь главная роль должна лежать, условно, на консорциуме, который вот, в общем-то, образовался, либо образуется в соответствии с механизмами реализации цифроповестки. Да, кстати, про этот консорциум я хотел тоже отметить, коллеги. Я так, мы слышим все время про это, но никакого официального там обращения, что какой-то консорциум создан, это мы еще не получали. Поэтому я не говорю про этот консорциум на данный момент. Вы знаете, что консорциум у нас выбирается исполнителем сугубо на конкурсной основе. Поэтому сейчас я про это не могу говорить. Может быть, как в тех же подходах, по тем же итогам научно-исследовательской работы, здесь необходимо не только консорциум, а организовывать некую национальную организацию, которая рядом с комиссией будет, проектная организация, может быть, в виде проектной компании будет проектировать эти проекты. То, что вы говорите, может быть, такой подход, может быть, этот консорциум будет реализовывать. Но я сейчас полностью еще не видим. Вот здесь коллеги сегодня еще выступали. Представители Евразийского банка развития, фонд цифровых инициатив, тоже отмечали, что будет принята стратегия, где будет важная роль. И Евразийский банк развития на самом деле является непосредственным участником реализации общей цифровой повестки. Оно и отмечено в основных направлениях реализации цифровой повестки, как один из источников финансирования наших проектов. Так что мы можем использовать и потенциалы Евразийского банка, но сейчас пока еще до этого этапа мы не дошли. Спасибо большое, Мирал Жубовикович. Ну, тем не менее, факт остается фактом, что консорциум некий уже создан. Пускай это консорциум не в рамках реализации механизмов цифровой повестки, но есть уже договоренность между организациями, заинтересованными в реализации проекта. И вот следующее слово я хотел бы передать члену консорциума Михайловскому Игорю Анатольевичу, тому, кто стоял тоже у истоков этого проекта, участвовал с исполнителем научно-исследовательской работы и в настоящее время определена организация, ответственная за реализацию проекта в Республике Беларусь. Пожалуйста. Добрый день, коллеги. Можно презентацию мою включить? Ну, хочу сказать, что, как и любой большой масштабный проект, он, естественно, готовится и зреет годами. На самом деле, часто бывает так, те, кто начинали этот проект, думали о нем, что-то писали, создавали, потом даже и не все продолжают участвовать в его реализации. Ну, такова жизнь, как говорится. Вот. Но тема очень важная и бесспорная. Следующий слайд, включите, пожалуйста. Значит, на самом деле, белорусское экспертное сообщество еще с 2014 года занимается разработкой концепции цифровых транспортных коридоров. И в 2015 году наша страна предложила включить данную тематику в один из приоритетов в рамках восточного партнерства. Уже в 2016-2017 году проводились интенсивные работы по разработке подходов по строению цифровых транспортных коридоров. В этих подходах обсуждалась интеграция национальных сегментов и систем электронной логистики. В декабре 2017 года Совет Министров Республики Беларусь утвердил концепцию развития национальной логистической системы Беларуси до 2030 года. Она включает планы по созданию единой цифровой платформы для интеграции международных информационных систем на транспорте. В 2018-2019 году, как говорилось, как и упоминалось ранее, был выполнен НИР, где мы были участниками по концепции развития национальной... По концепции экосистемы цифровых транспортных коридоров в странах Еврозес. Следующий слайд. В результате выполнения этой исследовательской работы были сформированы следующие базовые принципы построения цифровых транспортных коридоров. И, в частности, наша организация в большей степени отвечала за разработку типовых технических решений для цифровых платформ экосистемы ЦТК. К принципам можно отнести такие принципы, как принцип сохранения цифрового суверенитета, то, о чем тоже сегодня мы уже слышали. Этот цифровой суверенитет реализуется путем создания национальных сегментов, которые могут интегрироваться в транспортные коридоры различных конфигураций. Принцип интероперабельности национальных сегментов информационных систем и цифровых платформ участников экосистемы ЦТК. Принцип мультимодальности, который предполагает создание системы цифровых платформ, обслуживающих перевозки всех видов транспорта. Принцип мониторинга и прослеживающих транспортных перевозок. Принцип цифрового доверия, информационной безопасности. Это, наверное, один из главнейших принципов, который должен стоять во главе вообще любых систем, которые имеют взаимодействие как государство бизнеса, так и межгосударственное. Это один из основных принципов. Принцип справедливой рыночной конкуренции в предоставлении цифровых сервисов. Этот принцип предполагает, что новые системы и платформы, которые будут созданы при построении экосистемы, предложат на рынок новые пакеты услуг с добавленной стоимостью, не вытесняя с цифровых рынков уже существующих сервис-провайдеров. Следующий слайд, пожалуйста. Также в ходе исследовательских работ были сформированы основные требования к построению экосистемы цифровых транспортных коридоров. Но такие требования, как система наднационального уровня ЦТК, не должна подменять собой информационные системы участников транспортных коридоров или национальные сегменты электронной системы электронной логистики. Она должна создавать синергетический эффект от взаимодействия этих систем в рамках целостной архитектуры ЦТК. Мы считаем, что экосистема ЦТК должна создаваться путем интеграции национальных систем электронной логистики, которые способны обслуживать мультимодальные перевозки. В экосистеме ЦТК должен быть обеспечен контроль за перевозками и мониторинг грузов по всей траектории его следования. В ходе создания экосистемы ЦТК необходимо сформировать единое доверенное информационное пространство. Построение ЦТК потребует решения задач реинжиниринга и цифровизации сквозных бизнес-процессов транспортных коридоров. И для разработки и оптимизации элементов ЦТК должны быть созданы цифровые модели объектов, инфраструктуры и транспортных средств. Экосистема ЦТК должна создавать условия для предоставления развитого пакета цифровых услуг с добавленной стоимостью. Следующий слайд, пожалуйста. С учетом рассмотренных принципов и требований, в 2019 году была начата разработка подходов по строению национального сегмента экосистемы ЦТК. Белорусский сегмент ЦТК планируется строить на базе национальной системы электронной логистики, НСЭЛ. НСЭЛ предполагается создавать с использованием типовой интеграционной платформы, которая является строительным блоком цифровой инфраструктуры, с которых может быть сформирован цифровой транспортный коридор любой конфигурации путем объединения в транзитную цепочку национальных систем электронной логистики стран-участниц заданного транспортного коридора. Типовая платформа НСЭЛ признана выполнять функции интегратора информационных потоков, которые обрабатывают данные, поступающие от основных участников мультимодальных перевозок и преобразуют их в стандартизированные форматы международных электронных документов. Следующий слайд, пожалуйста. При разработке архитектуры функциональных требований к платформе НСЭЛ учитывался лучший международный опыт по построению национальных информационных логистических систем, в частности, стран ЕС, Китая, Корея и Японии. Типовые подходы к построению таких систем были проанализированы экономической комиссией ООН в странах Азии и Тихоокеанского региона. Рекомендации, которые схематично показаны на данном слайде. Следующий слайд, пожалуйста. При этом в ходе построения национального сегмента экосистемы ЦТК должен быть решен ряд принципиальных задач, в частности, интеграция с технологическими системами различных участников процесса, стандартизация электронных документов в форматах данных для всех сегментов грузоперевозки, выбор технических решений и протоколов обмена системой мониторинга, контроля прохождения грузов, обеспечение доступа к достоверной оперативной информации о транспортно-логистических потоках, синхронизация данных между платформой НСЭЛ внешними источниками информации. Следующий слайд, пожалуйста. К основным функциям национальных платформ электронной логистики следует отнести следующее. Сбор и анализ данных в цепочках поставок для их последующего коллективного использования и обмена в целях повышения эффективности взаимодействия всех участников логистических процессов и принятия управленческих решений, обеспечение терапеврабельности процессов и систем, используемых различными видами транспорта, унификация стандартов обмена логистическими данными на основе обмена стандартизированными электронными документами. Следующий слайд, пожалуйста. На основе представленных подходов экспертами межведомственной рабочей группы по развитию национального сегмента экосистемы ЦТК в Беларуси было разработано типовое техническое решение для интеграционной платформы национальной системы электронной логистики, которое представлено на текущем слайде. Следующий слайд, пожалуйста. Итоговым результатом всех перечисленных работ стало включение проектного мероприятия по созданию интеграционной платформы национальной системы электронной логистики в государственную программу цифрового развития Беларуси на 2021-2025 годы. Данная программа была утверждена Советом Министров Республики Беларусь в феврале текущего года и по-настоящему проектному мероприятию включает следующие компоненты. Разработку самой интеграционной платформы НЦЛ, разработку ряда сервисов НЦЛ и разработку модуля трансграничного информационного обмена. И мы в своей работе и в нынешних инициативах, которые проходят в рамках ЕЭКО, рассчитываем очень на старт проекта и той инициативы, которая сейчас заявлена и обсуждается, для того, чтобы синхронизировать наши работы как на национальном уровне, так и на уровне ЕАЭС. Это поможет нам эффективно использовать наши средства и добиться результата по построению такой системы, скажем, в ближайшие 2-3 максимум года. Спасибо за внимание. Я думаю, что на вопросы будем отвечать, если у нас останется время, потому что немножко мы по времени сократились. Спасибо. Здравствуйте. Павел Николаевич поручил вам продолжить. Пожалуйста. Павел Николаевич поехал встречать первых лиц. Слово предоставляется Камаха Яну Александровичу, консультату Департамента цифровой трансформации Министерства транспорта Республики РФ. Прошу прощения. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Хотел немного рассказать про основные моменты и направления работы Министерства транспорта, связанные с внедрением цифровых технологий, платформенных решений в транспортный комплекс. В настоящее время нами разрабатывается ряд стратегических документов, направленных как на развитие отрасли в целом, так и на внедрение цифровых технологий в транспортный комплекс. Нами уже разработан проект транспортной стратегии до 2030 года с дальнейшими планами до 2035 года. Основой ее станут проекты и механизмы цифровой трансформации, направленные на повышение уровня безопасности, экономической эффективности и прозрачности рынка, обеспечение технологического суверенитета в пассажирских и грузовых перевозках. Кроме того, нами разрабатывается проект фронтальной стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. В рамках которой в апреле председателем правительства Российской Федерации включен проект цифровой трансформации транспорта. Данный проект включает шесть стратегических инициатив с реализацией до 2030 года. Одной из этих инициатив является так называемая бесшовная грузовая логистика, в рамках которой мы также планируем реализовать национальный сегмент сервиса в рамках реализации системы цифровых транспортных коридоров. Кроме того, ключевой быстрой победой в данной инициативе, естественно, будет являться формирование государственной информационной системы электронных перевозочных документов. Нами уже разработана концепция формирования данной системы. Естественно, в данной работе мы плотно взаимодействовали с представителями бизнес-сообщества. И также считаем, что реализация данной инициативы поможет существенно увеличить и качество, и эффективность пассажирских перевозок, снижение их стоимости. Кроме того, мы уделяем большое внимание развитию бесшовных, внутрироссийских и международных перевозок. Кроме того, цифровая цифровизация транспортно-логистической системы приводит к появлению новых сервисов и цифровой трансформации ключевых бизнес-процессов, включая онлайн-контрактацию и управление перевозочным процессом, отслеживание хода перевозок в режиме реального времени, а также использование новых цифровых платформ. В глобальной транспортно-логистической отрасли наблюдается формирование устойчивых экосистем участников перевозок, начиная от производителей и грузовладельцев транспортных и транспортных компаний и заканчивая потребителями продукции. Основой этих экосистем – цифровые технологии и цифровые сервисы. Одним из важнейших аспектов реализации цифровой трансформации транспорта сегодня – это интеграция в мировое логистическое пространство. Развитие инфраструктуры международных транспортных коридоров и цифровых технологических решений совместно с нашими партнерами в рамках Евразийского экономического союза позволит сформировать единый рынок транспортных услуг. Для России и партнеров по ЕАЭС возможность занять достойное место в мировой транспортно-логистической системе, используя выгодное географическое положение, эта реализация согласована всеми государственными членами ЕАЭС проекта по формированию экосистемы цифровых транспортных коридоров Союза, в рамках которого будет сформировано единое цифровое пространство в сфере транспорта и логистики. В этой связи крайне важным считаем запуск инициативы Российской Федерации по созданию информационно-коммуникационной витрин национальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров. Более подробно о данном проекте расскажет руководитель проектов рабочей группы «Цифровые транспортные коридоры Минтранса» Гал Максим Владимирович. Спасибо. Максим Владимирович, Вам слово. Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня на рынке транспортных услуг появляется множество новых логистических платформ, складываются новые отношения между грузоперевозчиками и их бизнес-партнерами, оптимизируются экономические связи внутри отдельных компаний и всего транспортного комплекса. На текущий момент мировой транспортный рынок обеспечивает перевозки свыше 13 миллиардов тонн груза в год. С точки зрения финансового показателя это 30 триллионов долларов в год. И мы понимаем, что этот рынок растет. По данным Всемирной торговой организации, к 2030 году рост мировой торговли вырастет на 3, то есть примерно до 17 миллиардов тонн груза в год. А это дополнительные поступления в бюджет, инвестиции в экономику и формирование новых рабочих мест. В результате сформируется спрос на альтернативные маршруты для перевозок, в том числе перевозок по международным транспортным коридорам Евразийского Союза. Эксистема цифровых транспортных коридоров, как инициатива Евразийской экономической комиссии, в данном случае укладывается в политику увеличения доступности и упрощения доступности к непосредственно транспортному рынку наших стран и формированию новых маршрутов. И мы рассматриваем эту инициативу как основу для дальнейшей цифровой интеграции на пространстве ЕС национальных систем транспорта и логистики, а также логистических платформ. Кроме того, мы считаем, что этот проект может выступить катализатором вовлечения в интеграционные процессы смежных отраслей экономики государственных членов, включая торговлю, промышленность, сельское хозяйство и другие. Создаваемая экосистема обеспечит условия для широкого доступа к цифровым продуктам и ресурсам для бизнеса наших стран, позволит облегчить взаимный допуск участников на рынке друг друга, повысит конкуренцию, что скажется, безусловно, на снижении себестоимости и стоимости перевозок на рынке транспортно-логистических услуг, обеспечить формирование единого транспортного рынка Союза. Технологическое обновление и своевременное принятие стратегических решений в этой области напрямую повлияет на то, каким будет транспортно-логистический комплекс для бизнеса и людей в долгосрочной перспективе. Будьте добры, включите, пожалуйста, ролик. Задача грузовладельца – доставить грузы с точки А в точку Б безопасно, быстро, контролируя риски и по оптимальной цене. Управлять перевозками, работая с несколькими государствами, сложно. Экосистема цифровых транспортных коридоров позволит создать единое транспортно-логистическое пространство Союза. Основа построения экосистемы – это национальные логистические сервисы и платформы, которые в совокупности позволяют сформировать маршрут на основе достоверной картографической информации. Рассчитать точное время перевозки товаров и грузов, не рискуя потерять его в очередях. Повысить эффективность контрольно-надзорных мероприятий за счет обмена информацией о результатах проведения весогабаритного контроля. Сократить затраты и оптимизировать процессы за счет перевода документов в цифровую форму. Проводить контроль состояния здоровья экипажей транспортных средств и медицинских осмотров онлайн. Сократить простои транспорта и повысить пропускную способность международных пунктов пропуска за счет внедрения электронной очереди. Ускорить процессы трансграничного обмена данными и электронными юридически значимыми документами. Публикация цифровых сервисов предусмотрена на единой технологической площадке – витрине национальных сервисов, которая позволит получить доступ к типовым программным решениям и опубликованным транспортно-логистическим сервисам. Обеспечит сквозной мониторинг доступности и работоспособности сервисов на территории всех государств-членов Союза. Доступ к сводной аналитике и статистике по использованию цифровых сервисов. Обеспечит формирование среды бесшовных перевозок из Евросоюза в Китай и обратно, создавая цифровой логистический пояс континента. КОНЕЦ Да, коллеги, это взгляд представителей консорсума, участников стран, которые в настоящий момент вошли в состав и со своей стороны рассматривают вот эту инициативу комиссии как возможность для формирования единого транспортного рынка Союза. И реализация наднациональной составляющей экосистемы цифровых транспортных коридоров и формирование базовых требований в рамках прототипирования цифровых сервисов позволит приступить к созданию национальных сегментов. Это то, о чем говорили предыдущие докладчики. И сформировать эти национальные сегменты в согласованной политике, что позволит в конечном итоге получить синергетический эффект от реализации тех инициатив, которые сейчас либо формируются, либо уже в том или ином виде, как, например, Республики Беларусь, оформлены на государственном уровне. То есть в данном случае мы говорим о том, что этот проект в целом нацелен на создание синергетического эффекта от того финансирования, от тех бюджетов, которые реализуются на уровне государств. И мы со своей стороны считаем, что крайне важно запустить инициативу Российской Федерации по проекту создания информационно-коммуникационной витрины национальных сервисов к системе цифровых транспортных коридоров, в результате которой будет сформирована информационно-коммуникационная витрина и предоставлен доступ к территориально распределенному набору цифровых сервисов и структурированной информации, упрощающей ведение транспортно-логистической деятельности на пространстве ЕС. Реализация проекта служит задачам интеграции и проведения апробации типовых прототипов сервисов, ориентированных на оптимизацию взаимодействия участников перевозки и как следствие сокращения транзакционных издержек, а также проведения разработки и апробации принципов взаимодействия сторонних коммерческих и государственных сервисов по обмену юридически значимыми данными, как в юрисдикции одного государства, так и между государственными организациями нескольких стран. Безусловно, в рамках нашего проекта мы ориентированы в первую очередь на использование уже существующих информационных систем и разработки дополнительных сервисов, если они в настоящий момент не реализованы. Также хотел бы отметить особую роль, которую в рамках проекта предусматривается для интегрированной информационной системы Союза, как инструмента межгосударственного обмена на уровне G2G. Далее, в рамках проекта предлагается реализация типовых прототипов сервисов, которые разрабатываются с целью возможности создания государственными членами специализированных и адаптированных национальных сервисов на их основе. Информационно-коммуникационная витрина обеспечит необходимый уровень информированности и скоординированности участников перевозочного процесса с учетом технологической готовности национальных сервисов, способствуя при этом формированию бесшовного цифрового процесса перевозки и развитию открытой и благоприятной информационно-коммуникационной среды внутри государств членов Союза. Кроме того, реализация проекта обеспечит снижение рисков, связанных с проектом цифровизации в сфере транспорта, сформировав необходимый перечень и набор стандартов, следуя которым каждый из государств может интегрировать свои сервисы в общемировое пространство. Также технологии, применяемые в проекте, могут быть адаптированы под специфику национального законодательства, что очень важно, а также под специальные бизнес-требования и международные стандарты, реализуя тем самым принцип национального суверенитета, о котором говорил Игорь Анатольевич Михайловский. Объединение бизнес-организаций государств членов ЕС станет первым шагом в практической реализации приоритетных целей, поставленных странами в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза и конкретно в части реализации экосистемы цифровых транспортных коридоров. По инициативе Российской Федерации в рамках формирования экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕС подписано соглашение об образовании консорциума цифровые транспортные коридоры ЕС с представителями бизнеса со стороны Российской Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь и в ближайшее время Республики Казахстан. Основная цель создания консорциума – это координация инновационной деятельности по развитию цифровых сервисов и цифровой инфраструктуры международных транспортных коридоров, а также повышение инвестиционной привлекательности, инициатив и механизмов государства частного партнерства в сфере цифровой трансформации транспортно-логистической отрасли на пространстве Союза. На этом я хотел бы закончить свой доклад. Спасибо. Спасибо. Сейчас мы предоставим слово заместителю главного инженера Белорусской железной дороги Глевицкому Геннадию Владимировичу. Добрый день, уважаемые коллеги. Можно приключить презентацию? Спасибо. Будет ли это работать? Нет, это, наверное, не работает. Тогда я буду просить. Работает. Сегодня много говорилось о будущем, о перспективах. Я поговорю, наверное, немножечко о том, что происходит сейчас у нас. И тоже, конечно, затрону вопрос, который сегодня неоднократно звучал. Нужен ли нам такой проект, как цифровые транспортные коридоры, особенно как экосистема этих коридоров? И что такое экосистема? Потому что по аналогии с живой природой, экосистема – это некая единая среда, в которой существуют и взаимодействуют некие организмы, но в данном случае бизнесы и государственные органы. Они сотрудничают, конкурируют, как модно говорится, создают цепочки ценностей. При этом они подчиняются единым правилам и применяют единый формат их взаимодействия. То есть работаешь не в вакууме в каком-то, а работаешь в некой, ну, желательно комфортной бизнес-среде. Поэтому вот это понятие экосистемы очень важно. И сейчас я попробую показать на слайдах, что сейчас у нас происходит в этом плане и что хотелось бы, чтобы произошло в дальнейшем. Так, ну, очень коротко о Белорусской железной дороге. Мы являемся самой многочисленной коммерческой организацией. В стране у нас более 76 тысяч штатной численности работников на 1 января. И достаточно значительный вклад в экономику страны. Общий экспорт услуг за 2020 год – 578 миллионов долларов. На 2021 год поставлена задача еще прорасти на 3% до более чем 590 миллионов долларов. Это понятно, что в основном это доходы от транспортно-логистических услуг. Причем вот этот слайд с нашими объемами, он не очень, конечно, красивый в своей левой части. После 2018 года у нас по объективным причинам случилось некоторое снижение объемов. Сейчас мы планируем такой планомерный устойчивый рост небольшой. Но вот этот график гораздо интереснее показывать. Это динамика контейнеров-перевозок по Белорусской железной дороге, начиная с 2016 года. То есть к 2020 году поток вырос в три раза. И мы планируем, что он увеличится еще в полтора раза до 2025 года, достигнув более миллиона ДФЭ в транзите. И в целом до полутора миллионов ДФЭ. А это я к чему показываю, что, конечно, у, скажем так, экстенсивного роста потока есть свои пределы. Потому что мало провести эти контейнеры с большой маршрутной скоростью, которая по железной дороге составляет более тысячи километров в сутки. Их надо обработать на погранпереходах, перегрузить на контейнер-терминалах, обработать документы. И такой рост, он ставит естественные пределы традиционной, скажем так, бумажной экосистеме. И понятно, что без цифровизации достигнуть таких результатов мы не сможем. Белорусская железная дорога серьезно занимается вопросами цифровизации. Вот показательно, что в 2019 году внесены изменения в Устав железнодорожного транспорта общего пользования. Этими изменениями предусмотрено, что железнодорожная транспортная накладная оформляется в виде электронного документа. Это первичный способ оформления документа. На бумажном носителе допускается в некоторых случаях предусмотренный правилами перевоза грузов. То есть это вот такой очень существенный, с нашей точки зрения, шаг. Мы закрепили понимание того, что электронная накладная – это основной способ взаимодействия. И, работая более 10 лет над этим вопросом, мы построили свою маленькую экосистему с нашими партнерами, граничащими с Республикой Беларусь. У нас со всеми заключены соглашения о электронном документообороте, в том числе юридически значимом. И практически со всеми он осуществляется. Единственная у нас проблема с Украинской железнодорожной администрацией. Но буквально на этой неделе у нас состоялись очередные консультации. Мы рассчитываем на какой-то прорыв и в этом направлении. А так, что касается наших перевозок, мы говорим сегодня о международных, но надо подчеркнуть, что 99% внутриреспубликанских перевозок по железной дороге осуществляется по электронным перевозочным документам. Также с Российской Федерацией у нас как в двустороннем сообщении, так и в транзите через Литву в Калининградскую область осуществляются перевозки по электронным транспортным документам. Развиваются проекты с прибалтийскими странами. С Республикой Польши достаточно долго нам не удавалось достичь прорывного результата. Там сложная система. Как раз здесь очень нам помогла бы некая национальная платформа, как на нашей стороне, так и на европейской. Поскольку если в большинстве прибалтийских стран и в Российской Федерации все-таки перевозчиков не так много, и, как правило, это государственный перевозчик, то Республика Польша живет на пространстве 1435 железнодорожном, там совершенно другое законодательство, конкуренция на рынке перевозок, и мы взаимодействуем только по нашим польским стыкам с 15 перевозчиками. Соответственно, в отсутствии неких национальных платформ и вот такого наднационального взаимодействия мы вынуждены выстраивать взаимоотношения с каждым персонально. Это, конечно, отнимает силы средства и не является эффективным подходом. Но, тем не менее, с одним из перевозчиков мы заключили все необходимые соглашения, в том числе о доверенной третьей стороне, которая, замечу, то есть технологии доверенной третьей стороны применяются у нас во всех взаимодействиях, вот здесь изображенных на этом рисунке. И поехали пока порожними контейнерами и вагонами, как из Польши в Республику Беларусь, так и в Российскую Федерацию на станцию Тобольск. Дальше цифры оформленных документов, нет времени сейчас подробно их рассматривать. Самое интересное в этих цифрах то, что во всех практически таблицах количество документов от года к году меняется в большую сторону. То есть процессы применения цифровых документов, они динамично двигаются. Но то, о чем я сейчас говорил, это такая вот экосистема, но локальная. Вот трансграничная вокруг Беларуси, там, где у нас, как правило, взаимодействие один с одним, наши таможенные органы, с которыми мы эффективно взаимодействуем, и, в общем-то, результат достигнут достаточно положительный, я считаю. То есть и динамику мы видим, видим, куда нам двигаться, и если появятся еще национальные платформы, нам будет только лучше и легче. Но тема сегодняшнего форума, неоднократно о ней говорилось, это трансевроазиатские транспортные коридоры и превращение их в цифровые транспортные коридоры. Естественно, мы участвуем в таких проектах. Начиная с 2016 года реализуется пилотный проект «Брест-Наушки-Брест» по формированию цифрового транспортного коридора с завершением процедуры таможенного транзита по электронным документам. В принципе, этот проект отработан. Но действительно, процедура таможенного транзита завершается по электронным документам. Есть несколько оговорок. Во-первых, эти электронные документы, которые по-хорошему должны, конечно, создаваться грузоотправителям в момент отправки груза из Китая, конечно же, так не создаются. Создаются неким искусственным образом на станции «Наушки», на российской границе, с силами РЖД, что, конечно же, естественно, позволяет отрабатывать технологии, но не является в полной мере цифровизацией. А во-вторых, опять же, в отсутствии вот этой самой экосистемы, даже на уровне ЕАЭС, вот здесь вот если посмотреть видно, значит, государственный таможенный комитет получает информацию не от федеральной таможенной службы, как было бы логично в рамках единого таможенного союза и единого цифрового пространства ЕАЭС, а через вот эту вот частную экосистему, построенную перевозчиками, информация передается, и таким образом работает этот эксперимент. При этом, это обсуждалось буквально на прошлой неделе в рамках совещания под руководством одного из департаментов Евразийской экономической комиссии, в обратную сторону так и не заработало. Схема, потому что государственный таможенный комитет и Федеральная таможенная служба Российской Федерации, ну, скажем так, не смогли договориться о том, чтобы передавать информацию вот таким же образом, ну, скажем, неким частным порядком. Вот, тогда как красивая схема, которая должна быть достигнута в рамках создания вот этой самой экосистемы, должна выглядеть вот примерно так. Так, перевозчики по существующему каналу взаимодействия взаимодействуют в рамках обмена перевозочными документами, и это у нас, замечу, реализовано с РЖД уже много лет и работает устойчиво. При этом таможенные органы в рамках единого таможенного пространства обмениваются электронными транзитными декларациями, ну, не через перевозчика, а, ну, скажем, на уровне таможенных органов. Вот, вот к такому, собственно, виду экосистемы мы будем двигаться, но пока это требует времени, и мы очень рассчитываем, что Евразийская экономическая комиссия ну, примет существенное участие в координации этого процесса, и этот процесс будет существенно ускорен. Вот, так что экосистема, это очень-очень важно, жизненно важно для дальнейшего роста наших перевозок. Вот, ну, а что, собственно, дают цифровые перевозки, в данном случае, в морском порту Владивосток, это вот второй проект, который реализуется в рамках цифровых транспортных коридоров, проект Интертран, который реализуется РЖД Белорусской жизнедорогой, ФТС, ГТК и группой компаний ФЕСКО, значит, это уже мультимодальный проект, значит, он предусматривает, значит, перевозку, морскую перевозку из портов Тихоагианского региона в морской торговый порт Владивосток, и там оформление электронных накладных, полностью электронное оформление документов, как перевозочных, так и товаросопроводительных, при этом срок оформления сокращается даже не на часы, а на сутки, с почти четырех суток до десяти часов. Далее этот груз следует по цифровым документам, первоначально на станции РЖД, а с 20-го года, с августа 20-го года, и на станцию Калядище. При этом происходит, значит, передача по станции Орша грузов, значит, передача электронных документов из системы РЖД в систему БЧ и завершение таможенного транзита на станции Калядище. Причем бумажных документов, ну, в случае, если все работает как следует, не оформляется вовсе. Как перевозочные, так и замечу, весь пакет товаросопроводительных документов передается в электронном виде. Вот. Это существенно сокращает время оформления и позволяет достигать роста перевозок или обеспечивать тот рост перевозок, о котором я говорил в начале. Вот. Ну, понятно, что на это, собственно, направлены перспективы развития безбумажных технологий в транспортно-логенетической деятельности Белорусской железной дороги. Это как взаимодействие с нашими соседями, так и трансазиатские, евроазиатские транспортные коридоры, о которых я говорил. Мы активнейшим образом принимаем участие во всех проектах и, собственно, готовы сотрудничать и в дальнейшем. Ну, о ряде детальных проектов. Я думаю, что завтра у нас практически 4 часа секции и будет много интересных докладов. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое за очень интересный доклад. Ну, уважаемые коллеги, мы 5 минут можем еще посвятить вопросам, если такие имеются. Или же, как уже говорили, завтра у нас предполагается 4 часа сессия, опять же, по цифровым транспортным коридорам, уже в части конкретных сервисов, того опыта, который имеется, и тех планов по реализации этих сервисов и взаимодействия и тому подобных вещей. Если есть какие-то вопросы сейчас, мы готовы быстро ответить. И предлагаю всем завтра присоединиться в 10.00 к предметной сессии, уже, скажем так, прикладной по данным вопросам. Есть ли вопросы у кого-нибудь? Спасибо тогда всем. Спасибо. Ждем всех завтра. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин